Меня зовут отец Сергий, я диакон, теперь уже храма святых праведных Семёна Богоприимца и Анны Пророчицы. Не только разночтений, но и спорных вопросов, потому что святые отцы для нас являются авторитетом. И когда мы, допустим, берём толкование, скажем, библейских книг, новозаветных, Ветхого Завета, мы обычно их не рассматриваем, эти книги, просто вот как чистый текст. Что очень много возникает кривотолков и неправильных толкований именно этих книг о, скажем, многих направлениях христианства. Множество сект возникает, потому что каждый трактует этот текст по-своему, и из урывков текстов составляет какую-то доктрину, и, в общем, многие секты на этом спотыкаются, некоторые спекулируют этим, некоторые какие-то свои преследуют цели, и их можно даже назвать уже даже не христианскими, свидетели Яговы, которые пытаются всё время отсылать нас к текстам, вот они занимаются тем, что не только урывками дают этот текст, фабрикуя свою какую-то картину ветхозаветного и новозаветного библейского слова, но и бывает, что искажают его даже, и так далее. Поэтому, конечно, мы пытаемся рассматривать не своими умозаключениями, а через призму как раз взглядов святых отцов, толкователей священного писания, Ветхого и Нового Завета. Но книга Апокалипсиса или Откровения на Богослово, она особая. Она вот особая, она выпадает из всей череды книг ветхозаветных, новозаветных, которые входят в книгу, которая называется Библия. Как мы знаем, Библия — это не книга, а книги, то есть это собрание книг. И вот вначале, на первой странице, как правило, или в оглавлении, там пишется книга такая-то, такая-то, такая-то от такого-то пророка, или от такого-то царя, или от такого-то евангелиста, или апостола. И как раз она тем, наверное, и с одной стороны спорна, и с другой стороны интересно, что те толкования, которые давались святыми отцами каких-то первых или средних веков, или даже вот еще, может быть, 19-го, начало 20-го века, они не могут быть для нас бесспорными, потому что при всем авторитете людей, которые толковали, еще не было открыто самим Богом через свершившееся событие то, что в этой книге, ну, по крайней мере, в последней части говорится. Поэтому все, что даже сегодня мы с вами будем говорить, оно не является бесспорным и уж совсем не является догматическим. Это, скорее, некий синтез и попытка свести то, что говорили о книге этой «Святые отцы разных веков» с современным воззрением и с размышлениями, скорее всего, по поводу тех событий, которые сейчас происходят и которые мы с вами видим. И уже толковать можно сегодня и сейчас, но кто этим будет заниматься, какой авторитетный источник будет нами избран для того, чтобы к нему прислушаться. Вот вопрос. Поэтому это, скорее, тема для размышления, тема для наблюдения и тема для самостоятельных каких-то омозаключений и, может быть, соборного мышления по поводу того, что сейчас происходит. И насколько мы видим, это уже отраженным в книге «Апокалипсис». Вот буквально мы сначала обсуждали как раз снятие печатей, есть такая часть, потом семь ангелов, восстурбивших, и мы шесть ангелов как раз уже на прошлом и на позапрошлом, значит, в нашем собрании, встрече, мы их прочитали, где очень в таких, знаете, удивительных описаниях показаны картины, которые не могли бы быть понятыми отцами еще первой или средневековой церкви, потому что эти события не свершились. И можно было попытаться какие-то подвести духовные, скажем, основы под этот текст, но он еще не был открыт в связи с несовершившимися еще событиями. То есть это обращение к нам, к христианам последних времен, для того, чтобы мы не унывали, для того, чтобы мы знали и понимали, что происходит вокруг нас, и к этому были готовы, потому что, как говорит поговорка, предупрежден значит вооружен. И очень часто мы начинаем унывать от того, что происходящее вокруг нас, оно не такое, какое хотелось бы нам видеть как православным людям, как христианам вообще, потому что мир пребывает в таком организирующем неком состоянии, он в апостасийном состоянии, когда все как-то разлаживается, деградирует, выходит на какой-то предантихристовый такой период, когда человечество, ну можно было бы это назвать таким вот легким безумием, и только отдельные люди, как в неких романах, скажем, Стругацких или других фантастов, те, кто в этом мире еще что-то понимают, или пытаются понять, или ведут какой-то нравственный, духовный образ жизни, они являются скорее изгоями этого мира, единицами или небольшим процентом от всего человечества, которые сейчас проживают на Земле, потому что основная масса человечества сейчас живет по материалистическим законам, то есть и для них основным является критерием это золотой телец, которому поклонялись и в древние века, и через все века проходит вот это поклонение миру материальному, и тем благам материальным, которые есть, наслаждением, удовольствием всевозможным, и лозунг «Береть с жизни все! Наслаждайся!» для нас сейчас не является каким-то запретным, а он просто с экранов телевизоров и с больших рекламных плакатов на улицах просто входит в нашу жизнь уже не первый год и не первое десятилетие, и к этому призывают «Наслаждайся! Береть с жизни все!» И западная цивилизация, наверное, в основном именно этому телецу поклоняется, христианская она или не христианская, вот это в любом случае какой-то получается такой культ, что ли, да, применение христианства к земной жизни и построению рая на земле. По крайней мере, протестантская цивилизация, она вот, христианская протестантская цивилизация, она так и строится, то есть критерий угодности Богу в протестантизме — это успешность. То есть вот если ты успешен, если ты богат, если ты здоров, счастлив и прочее, значит ты Богу угоден, и Бог тебе это дает. Вот у католиков, может быть, немножко по-другому это выглядит формула, но тем не менее все равно материалистическая вот эта основа западного мира, она налицо, и она сейчас, к сожалению, ставится во главу угла всей земной цивилизации и пытаются навязывать другим цивилизациям, которые не живут, допустим, по аналогичным правилам, навязывать именно эти правила, да, и в частности сейчас лидером бесспорным, да, является во всем мире такое государство, как Соединенные Штаты Америки, и они пытаются навязывать свою систему ценностей и свою политическую систему, свою демократию. В кавычках я бы сказал все-таки отчасти это система, наверное, ну да, может быть псевдодемократическая или демократическая, но отчасти. Вот, и тут инструменты, которыми навязывается вот это мировоззрение другим людям, другим цивилизациям, да, мы видим, как сейчас стираются с лица земли государства, которые не отвечают этим принципам или противятся им, или пытаются идти своим каким-то путем, и вот сейчас в Средиземноморье, мы видим уже не первый год и даже уже не первое десятилетие, как расправляются с теми режимами, которые не живут по тем законам, которые диктуются западным миром. Вот, не стало Югославии, с ней расправились против всех международных законов, которые являются, наверное, основой современного мира, которые вот после Второй мировой войны попытались выстроить, создав организацию объединенных наций, где есть Совет Безопасности. Это страны, которые могут налагать определенное вето на решение, принятое в организации объединенных наций, то есть некий орган, который должен решать все глобальные мировые проблемы через переговоры и совещательным путем. Вот, что само по себе, ну, наверное, правильно, потому что блаженные миротворцы, об этом говорит сам Господь, ибо они сынами Божьими нарекутся, и это правильный подход. И сейчас вот есть такой международный институт, который действует уже более полувека, но, тем не менее, мы видим, что в последнее время, даже не согласовывая с этим созданным, опять же, всеми вот этими ведущими странами институтом, можно не согласовать ничего и вдруг ударить по суверенной стране почти 60-ю ракетами, и, в общем, ни перед кем не отчитаться за это, и считать, что так можно, потому что есть некие сильные страны, которые могут себе позволить за счет силы над другими странами расправляться, попирая международное законодательство. Ну, в общем, определенные процессы в мире происходят, и мы с вами в этих процессах живем, и надо, наверное, ну, просто, что ли, может быть, понимать, может быть, разбираться, может быть, ну, кому-то это и неинтересно, и кто-то хочет заниматься просто становлением собственной личности и созиданием семьи, занятием своим собственным делом, которым Господь дал ему заниматься. И это тоже позиция, и тут я не склонен осуждать, но сам я пытаюсь жить немножко выше своей головы и смотреть чуть-чуть дальше, потому что чувствую определенную ответственность и перед своей семьей, и перед теми, кого Господь мне послал в друзья, помощники, и сам Христос говорит, не всякий, не каждый становись учителем, да, и это действительно какой-то определенный крест, когда ты несешь ответственность за людей, которые тебе вверены для, может быть, для наставления, для воспитания и так далее. Ну, вот, занимаясь по благословению, в священном начале молодежной работой в Лавре, я уже понял, что я несу гигантскую ответственность за тех людей, которые приходят, и я им должен что-то принести, слава Богу, что мне Господь послал вот этих великолепных помощников, отца Пимена, и романаха Пимена, который является иноком и имеет определенный не только багаж знаний и опыт, но и вот харизму определенную, и недаром его на телеканал «Союз» пригласил, и вот уже второй год он ежедневно на телеканале «Союз» ведет именно евангельские повествования о том Евангелии, которое читается на день, и это очень интересный человек, и думаю, что мало кто с ним в этом смысле может поспорить. Я всегда его слушаю с удовольствием и нахожу всегда в его повествованиях интересные смыслы, которые просто не могут открыться при чтении священных книг, Евангелия или Ветхого Завета. Есть у нас замечательный, уникальный, я бы сказал, православный психолог, протодиакон Иоанн Диденко, который приехал к нам из Киева и имеет богатый опыт работы в молодежной среде, и в этом смысле, когда у нас проходят встречи в лаврской молодежке, это первая часть, как правило, то, что мы с вами делали, знакомства, вообще то, чем я занимался до перевода в другой храм, общие какие-то вопросы организационные, потом евангельское чтение и разбор его, и потом какие-то психологические тренинги, которые проводит Отец Иоанн. Они дают возможность человеку открыть в себе самом определенные глубины, которые он не знает, себя самого открыть, потому что очень важно, если сейчас мы с вами будем рассуждать, кто мы есть на самом деле, мы столкнемся именно с этой проблемой. Мы не знаем самих себя. То есть невозможно в этом мире разбираться или где-то себя позиционировать, если ты сам себя не знаешь и не можешь определить, кто ты есть, и какие у тебя есть наклонности, какие у тебя есть положительные, отрицательные качества, чем ты можешь подслужить, над чем нужно работать и так далее. Именно этим занимается Отец Иоанн, когда она нам дает возможность подумать. Вот на прошлом занятии было у нас о счастье, и я для себя вдруг открыл, что я какой-то глобалист, такой гиперглобалист, понимаете, потому что у меня там какие-то понятия, такое человечество, Бог, церковь, любовь, вселенная, там какие-то я ужаснулся от того, что вот такие понятия оказались вот именно в моем, скажем, там лексиконе, в моем понятийном ряду и так далее. То есть это очень здорово. И вот, ну и плюс там отец Макарик к нам приходит, игумен с большим опытом, который занимается консультированием пар, которые будут у нас венчаться в лавре и так далее. Вот, и вот во всем этом многообразии форм работы с молодежью, да, Господь мне показал многие интересные проблемы, которые есть в этой среде, и, соответственно, показал какие-то перспективы, и слава Богу, что таким вот неординарным образом сложился клуб в лавре, потому что лавра все-таки это для города нашего, это не последнее духовное место, я бы сказал, духовный центр, и могу сказать, что не без, наверное, не без радости, или, может быть, не без хорошей вот такой гордости, что это какой-то духовный центр, наверное, нашей церкви, Московского патриархата, нашей церкви, русской православной, и мы можем, наверное, попытаться сформулировать какие-то смыслы, какой-то понятийный ряд, какие-то организационные методы работы и так далее. Я счастлив, что мне надо будет сейчас писать дипломную работу именно по этой теме, молодежная работа на приходе, молодежное служение на приходе, потому что это непаханная целина, которая, безусловно, является посевом. И только посев правильно сделанный, в правильную почву, с правильной мелиорацией, с правильным климатическим режимом и с прочими-прочими-прочими моментами может дать серьезный урожай. И это то, чем мы сейчас пытаемся заниматься. Если у нас это получится, и удастся эту методику как-то создать и попытаться распространить, тем более, что сейчас есть возможность делать видео, какие-то материалы, их вывешивать в Ютубе, ВКонтакте, где-то еще в социальных сетях, это может дать серьезный всплеск молодежной работы по всему лицу нашей страны и русскоязычного мира, чтобы понять, каким образом нам сейчас, вот в эти последние времена, заниматься возделыванием душ молодых людей, которых не так много, которые не так много стремящихся к Богу, к Христу, к православию, к христианству. А это, конечно, те самые избранные, о которых сам Христос говорит. Ну, такая преамбула получается. Такая длинная, преддельная. — То есть у нас последние времена? — Ну, дело в том, что логика всегда проста. С каждым мгновением мы все ближе и ближе приближаемся к последним временам. Соответственно, это в любой хронологии это будет именно так. Но почему мы можем утверждать или не утверждать это? Для этого как раз и есть вот эта книга последняя из Священного Писания, называемая Библией, которая так и называется «Откровение Иоанна Богослова». То есть это не наше размышление, это не размышление самого Иоанна Богослова или его учеников, а это то, что Господь открыл через своего ученика, Христос или Господь открыл через своего любимого и младшего из всех учеников, который прожил дольше всех и оставил нам вот это повествование того, что Бог ему открыл. Там есть, конечно, и обращение к церквам того времени, и они имеют назидательное такое вот назидательное смысл, что ли, назидательное назначение. Мы их не рассматривали, потому что те церкви, они уже выполнили свою определенную функцию и, может быть, нам такого интереса они не представляли до разбора. А вот последние вот эти главы, мы их попытались разобрать, потому что они нас пытаются приблизить к тем временам, в которых мы с вами проживаем, в которых уже явно там прослеживаются, так скажем, черты, которых явно прослеживаются в этих главах, которые раньше невозможно было себе предположить. Но невозможно себе было предположить, что могут происходить катастрофы техногенного характера, которые будут влиять на человечество и на природу глобально. Что, допустим, будет происходить такое огромное количество, скажем, катастроф экологического характера, когда, как сказано, прогибают третья часть существа в воде, и вода становится непригодной для питья, и третья часть судов погибает, и прочее, и прочее. Ну, раньше этого невозможно было даже себе предположить, а сейчас это стало явью, потому что есть статистически определенные данные, данные экологических организаций о том, что это происходит. Да, уже Чернобыльская катастрофа, ряд катастроф на атомных станциях, в том числе и в Фукусиме, землетрясения в Японии и так далее, это тоже стало явью, и там об этом тоже уже сказано. Автомобили, о которых даже люди 19 века еще даже не могли себе предположить, что это будет такое, хотя уже паровой двигатель появился, но двигатель внутреннего сгорания перевернул не только экономику, но и политику, и все, что в мире происходит, и об этом тоже там сказано, и люди, и святые отцы еще 18-го, там, каких-нибудь 12-х или первых веков, они не могли себе этого представить, это еще не свершило. Когда увидите то свершающимся, знайте, близ есть преддверих, когда он рассказывает ученикам о последних временах, и говорит, когда вы видите смоковницу, и ветви ее стали уже мягкие, и там почки появляются, знаете, что уже вот скоро лето. Вот эти признаки, которые в книге апокалипсиса или вот откровения на богослову показаны, они сейчас уже обретают какие-то ощутимые очертания, и мы их просто видим. Там описываются даже такие, не только такие технические средства, как автомобиль, что, в общем, само по себе довольно, ну, как бы, живописно там изображено, но даже ядерное оружие и ядерный удар, и баллистические ракеты, ну, то, что уже не могли себе представить даже в конце 19-го века, только разве что в романах Анжель Верна или каких-нибудь там фантастов, которые представляли себе какие-то космические полеты и прочее. Вот. Ну, и это отображено в этой книге вплоть до географических точек, и мы с вами прямо живем в тот период, когда именно в этих географических точках происходят самые серьезные глобальные конфликты всемирные. Вот. И, в общем, когда мы вот разбирали это все, ну, не знаю, есть не смысл опять повторять. Я как-то, может быть, обтекаемо говорю. Но это вот как раз о семи ангелах, которые восторгибили, и вот мы проходили по ним на прошлых встречах, и там как раз описываются вот эти вот свершившиеся уже, как бы сказать, свершившееся зло на земле, которое человек уже допустил и совершил. Либо мы можем двигаться дальше, либо мы можем как-то очень-очень бегло пробежаться по первым строкам, но это, знаете, как в фильмах бывает, знаете, содержание предыдущих серий, нашего сериала, то-то и то-то, а потом уже начинается подробно. Вопрос. Да? По содержанию вообще, просто я такую мысль, что я читала, Господь через пророк открывает будущее для чего? Для того, чтобы люди могли его как-то изменить в своей воле по возможности. Может ли откровение тоже Господь нам говорит только такой слой, чтобы мы, задумались, покаялись и через столкование как-то по возможности может быть отсрочили этот момент? Или это не правило? Ну, давайте так, все-таки, конечно, мы люди, и мы поэтому политически рассуждаем. Я придержусь немножко, может быть, другой точки зрения, но это, опять же, мое честное мнение. оттягивать прореченное или там, допустим, вот кто-то говорит, мы против того, чтобы приходил Антихрист, и мы хотим оттянуть это время и прочее, а ведь мы ждем, вот мы, православные, ждем не прихода Антихриста. Приход Антихриста это только лишь самый яркий и крайний порог перед Вторым пришествием Христовым. Поэтому мы ждем не прихода Антихриста, мы ждем именно Второго пришествия Христова и, собственно говоря, этого ждали и апостолы, и они думали, что быстро это все произойдет. И отцы средних веков думали, что вот уже близ есть преддверие, но тогда не свершилось то, что здесь написано. И когда я читаю их описание того, что, ну вот, толкование, оно с точки зрения сегодняшнего человека кажется несостоятельным и даже, ну, может быть, скажем, отчасти, ну, какое бы слово-то назвать, непримитивным, а вот, ну, так как они еще жили в другом мире, трудно было себе представить, что что-то будет другое, и поэтому оно немножко только звучит для нас, как вот смотрим мы фантастику сейчас, с сегодняшнего дня, фантастику там конца 19 века, и нам кажется, это какой-то немножко детской примитивной, да, потому что сегодняшний мир для нас уже реальность, он совсем не такой, и как об этом думали, и как это себе представляли даже фантасты. То же самое и здесь получается. вот, и я считаю, что оттягивать там или какие-то вот такие вот моменты, это наше человеческое нечто. Ну вот, дело в том, что, смотрите, все, что создано вокруг нас, вот вся ситуация, которая произошла, да, Господь в ней участвует или нет, или Он просто безучастно смотрит на все это со стороны, и оно происходит само по себе. Но если оно происходит само по себе, то почему оно уже почти две тысячи лет назад было нам предречено и рассказано? Конечно, Бог обладает всеведением, и Он знает настоящее прошлое и будущее, да, но ведь в чем смысл? Не в том, что мы знаем или не знаем, что сейчас происходит, а в том, каким образом мы себя ведем в этот период. Потому что наша личность спасения зависит даже не от того, знаем ли мы будущее, все эти пророчества и прочее, а каким образом мы ведем себя в данный конкретный момент нашей личной жизни, потому что за это будет Господь нас спрашивать. А то, что нам известно, что это будет происходить, мне лично от этого легче, потому что если бы я не знал, что это будет и смотрел бы на сегодняшний мир, я бы просто впал в уныние, в ужасное, потому что я очень близко и тяжело переношу какие-то моменты вот такие, знаете, когда человек поступает безумно, то есть, когда я вижу беременную женщину, да, я радую всегда, мне это всегда вдохновляет, мне хочется молиться, но когда я вижу беременную женщину, курящую или с бутылкой пива или нетрезвую, это вызывает во мне уже, то есть, ну, такие чувства, когда я ощущаю себя несчастным просто человеком. Я начинаю молиться, безусловно, чтобы Господь как-то вразумил, как-то устроил это все, но я вижу, что это какое-то вот такое апостасийное нечто, ненормальное, просто противоестественное, да, а то, что происходит вокруг нас в мире, это противоестественно, абсолютно, да, это когда люди сейчас, то, что было стыдным, допустим, да, то, что было порочным еще буквально несколько десятилетий или там столетий назад, сейчас они этим бравируют и они ходят парадами, да, забывая о Содоме и Гаморе, и сейчас считают, что это ценности западного мира, и нам говорят, о, у вас, значит, притеснение и гонение, значит, людей, которые по-другому себе представляют физическую жизнь, да, совместную, или семейное устроение, или прочее, в обществе, где уже запрещают отцом и матерью называть своих родителей, называть родителей номер один, родителей номер два, или как-то, ну, это, ну, для меня лично, это, знаете, на уровне абсурда, театр абсурда, вот, зазеркалье какое-то страшное такое, где все перевернуто квертормашками, вот, а это ведь, это же сегодняшний день, пожалуйста, сегодня привязывать прямо к сегодняшнему дню два человека во Франции, а Франция не последняя, это вторая страна, все эти дела, да, континентальной Европы, которая сейчас объединена, и вот, между Федеративной Республикой Германии и Францией, да, идет такое негласное, может быть, соревнование за лидерство в этом Европейском Союзе, вот, и вдруг, вот, мы видим, что либо радикально правые в лице Марин Липпен, да, которые пытаются национально поднять интересы и прочее, и вот в этом Евродоме разобраться, кому, что и как нужно, либо, вот, второй из кандидатов, который, ну, даже неправильно, можно сказать, сориентирован, как мужчина в этой, в этой жизни, и за него голосует большее количество людей, там, скажем, а все традиционные партии, социалисты и прочее, они просто отвалились, может быть, и политический какой-то момент, но налицо некая человеческая деградация, деградация ценностей, я уж не говорю о таких моментах, которые относятся к культуре, да, буквально позапрошлый год показал, что европейская культура, она уже перестала быть культурой как таковой, потому что проголосовали телезрители, выдавляющим большинством голосов за абсолютно аморальное, антихристианское, садомистское нечто, когда транссексуальный человек, скажем, взял первое место, то есть как бы хорошо он не пел, но мы понимаем, что если мы кого-то воздвигаем себе на первое место, на какой-то педестал, делаем его каким-то кумиром, то это уже образец для подражания там, молодежи и тем, кто считает, что успешность это уже вот это, слава богу, что это еще не наши ценности, что мы их не принимаем и что нас еще за это значит в Евродом, Евросодом не хотят принимать и я помню, когда наш президент Владимир Владимирович Путин там сказал, как вы себе это представляете, что вы вот хотите вот у нас вот, пожалуйста, приезжайте к нам в Чечню и расскажите им про наполые браки, я на вас посмотрю тогда, как в Российской империи, а мы империя были, есть и будем, вот как это можно при многообразии мнений, культур, религиозных воззрений значит, взять и навязать какую-то вот такую евросодомскую какую-то модель здесь, слава богу, что это не так, вот, но мы видим эту апостасию, эту деградацию западного общества. То есть это не надо навязывать это и так происходит в нашей стране? А? Не надо навязывать это и так происходит в нашей стране? Дело в том, что это было всегда, но это не имело таких масштабов и это не было откровенным, это было чем-то постыдным, это было чем-то таким вне какого-то закона, вне морали, вне норм. А сейчас это диктуется как некий постулат, это должно быть записано, что вот это имеет право не только на существование, но это и законно, И это уже можно, и притеснение уже таковых людей или неприятие этого является уже противозаконным и прочее, и прочее, и прочее. То есть уже идет откровенная пропаганда этого образа жизни. Это ненормально. Потому что есть люди, которые, может быть, родились с какими-то отклонениями, это небольшой процент. Но когда к этому привлекается внимание все больше и больше людей, а сети сейчас играют, социальный интернет, большую роль в этом, то тогда к этому уже начинают привлекаться молодые, еще совсем не окрепшие. Они начинают в это втягиваться, и потом они в этом как в болоте просто утопают. И пресыщенное западное общество, оно сейчас, знаете, вот есть такое русское выражение, бесится с жиру. Слово бесится, понятно вам, наверное, как христианам. То есть вот когда уже пресыщен человек, он уже все как бы вот естественно потребует, ему уже хочется что-то сверхъестественное или неестественное или противоестественного. И это сейчас западный образ жизни, к сожалению. И эти ценности нам, они нам не то что не близки, они нам чужды. И слава богу, мы еще вот живем в таком обществе, где это вызывает определенные отторжения и даже порицания. Как бы ни пытались нам это навязывать через всевозможные парады и прочее. Вот, я думаю, что здесь вот разница в подходе к жизни, к мировоззрению, к духовности, к нравственности, она налицо. И то, что в апокалипсисе как раз еще и рассказано и об этом, чтобы нас утвердить как-то, да, укрепить. И мы берем еще, рассматриваем апокалипсис не только вот чисто из текста, а из совершившихся событий, из суждений святых, как прославленных уже много веков, так и святых прославленных вообще вот в 20 веке и последние даже годы, таких как Серафим Берецкий, Лавритий Черниговский, Анкронштадтский, Серафим Саровский и прочие, да, святые, которые являются для нас авторитетами, которым были определенные откровения. По правительству мы относимся и осторожно, в общем-то, но тем не менее прислушиваемся к тем словам, которые говорят отцы, близкие к нам уже по времени и по политической ситуации, в которой они существовали, жили и знали, что происходит. И я думаю, что Господь им, безусловно, что-то открывал, и эти крупицы мы можем складывать как пазл в какую-то отдельную картину или, может, хотя бы фрагменты этой картины. Если мы вспомним, допустим, Серафима Вырецкого, да, кто читал его жизнеописание, там был такой случай, когда у Финского залива он со своим учеником стоял с духовным чадом, и вдруг они вот увидели, ну как видение некое, да, что огромное количество кораблей под разными флагами разных государств плывут к нам в Россию, в Петербург, а тогда это было еще не Россия, это был Советский Союз, это еще была не развалившаяся империя, вот, и у нас был железный занавес, у нас был тогда Советский Союз, это было такое очень серьезное государство с довольно серьезной закрытой политикой, с закрытыми границами, и вот увидеть такое количество кораблей, которые, значит, вот к нам вдруг так плывут, было странно, и ученик спросил, что это, батюшка, на что Серафим Вырецкий ответил, вот так в последнее время на христиане со всего мира будут бежать от Антихриста в Россию, то есть Россия, да, она способна, наша территория, если мы воззрем на карту, она способна вместить не 145 миллионов человек, ну, плюс мигранты, там несколько миллионов мигрантов, которые там легальные или негальные, там китайцы, которые к нам переселяются и прочее, но это все мизер по сравнению с той территорией, которую Господь нам дал, если мы увидим Индию, которая составляет небольшую долю от нашей территории, она уже миллиардная страна, Китай, который далеко за миллиард перевалил, уже приближается к полутора миллиардам, которая не имеет такой территории, как у нас, Япония, которая имеет такое население, как у нас, но не имеет такой территории и так далее. То есть мы прекрасно понимаем, что наш резервный фонд всего человечества, он значительно, скажем, превосходит те человеческие ресурсы, которые сейчас у нас проживают. То количество пресной воды, которое мы имеем, не имеет никто, а пресная вода — это стратегическое сырье, это стратегический материал для существования человека. Второе по значимости — после воздуха. А и воздух, об этом мы говорили, тоже поставляет Россия, потому что у нас зеленые насаждения в северном полушарии, есть только вот огромные массивы лесов, у России, чуть-чуть у Скандинавии и Канады. Вот и все, это все, что вырабатывает кислород в этих пространствах. В южном полушарии — это Амазония в основном, латиноамериканская. Но наши государства делают это безвозмездно, у нас растут эти леса, они дают кислород всему человечеству, это как два легких — южного и северного полушария. И тем не менее старательно вырубаются сейчас леса как нашими компаниями, так и иностранными, китайцы рубят и все, кто не попадет. Понимаешь или не понимаешь, что сегодня они добывают деньги, а завтра они просто останутся без воздуха, без которого мы существовать не можем. У нас есть все природные ресурсы, Россия стала первым в мире экспортером зерна, и мы получили самые большие урожаи в последнее время по зерновым, хотя еще недавно мы сами закупали. Что такое изменилось у нас там, что народу стало больше, мы прямо стали трудолюбивые, стали больше пахать? Нет. Просто у нас есть огромные ресурсы, которые не были задействованы, и которые если будут задействованы, то мы можем прокормить миллиарды, больше человек на таких территориях, если бы мы будем возделывать и прочее. У нас есть все необходимые химические элементы в земле, и углеводороды, и газ, и неразработанные месторождения, от алмазов до последнего, что ни на есть, химического элемента, все есть в нашей стране. То есть это для всего человечества вот такой вот дом, куда можно будет сбежать от Антихриста. И об этом сказано как раз в книге, и Лаврентий Черниговский очень хорошо об этом сказал, мне нравится, что Россия, вернее, даже не Россия это будет, а славяне, славяне в последние времена объединившись, то есть это Россия, Беларусь, Украина, славяне объединившись, создадут мощнейшее в мире государство, которое возглавит русский православный царь, то есть правитель некий православный, и которого будет бояться сам Антихрист, и на территории этой не будет власти Антихриста до самых последних времен, и что за 70-летний советский вот этот коммунистический период наша страна, наша земля претерпела такие гонения, такие скорби, что за них, то есть вот эти новомученики, наши исповедники российские, царь, царская семья, они вымолили уже Россию до конца времен, и здесь вот будет тот самый противовес антихристианскому миру, где будут спасать свои души христиане. Вот если сложить вот видение, которое было у Серафима Вырецкого, у Лаврентия Черниговского, это откровение, у Серафима Саровского, кстати, очень тоже об этом интересно написано, у Иоанна Кронштадтского, что вот мы и есть тот самый последний форпост христианства, где вот избранные смогут каким-то образом в последние страшные времена переждать их, пережить после ядерного конфликта, после всех этих вот скорбей, о которых сказано 3,5 года, которые бы не пережило бы никто вообще человечество, но ради избранных эти времена будут сокращены, чтобы избранные могли спастись. То есть избранные, это, конечно, христиане, безусловно, потому что сам Христос говорит, открывая нам смысл этих слов, избранничества, сказал, не вы меня избрали, но я вас. То есть каждый христианин, который есть на земле, каждый православный человек, вот это не человек, который взял и избрал Христа, это человек, которого сам Бог, сам Христос избрал по каким-то качествам, ведомым только Ему, потому что Он смотрит в сердце, и даже не на поступки, да, не только на дела, а вот на устроение сердца человека, на его мысли, на его расположенность, на его мечты, к чему он движется, что он перед собой, какую цель перед собой ставит. И поэтому какому-то Ему ведомому только признаку Он выбирает этих людей, и мы являемся счастливыми людьми, потому что мы находимся в избранной стране, в избранной церкви последних времен, и являемся избранными самим Богом. И это не предмет для гордости, хотя этим можно, безусловно, гордиться, а это высшая мера ответственности, потому что нам Господь вручает вот этот бесценный дар веры и церковь свою, и мы являемся частью тела Христова и этой церкви, и важно это оправдать, потому что много званых, но мало избранных. Вот такие мысли навевает как раз апокалиптическое чтение, и оно, опять же, не только, как бы сказать, нас настораживает или предупреждает, но и вселяет в нас определенную надежду, оптимизм, желание работать, трудиться, что-то делать и пережить вот эти тяжелые времена, потому что если мы уже настраиваемся на них, явно мы внутренне уже где-то к чему-то готовы или готовимся, и можем их переживать. Какой мы план можем? Давайте седьмого, пожалуйста, начнем. Да, то есть мы не будем тогда пробегать по этим ангелам. Давайте седьмого. Что? А? Что? Я говорю, Леви-Матрик, там максимум. Нет, нет, о сроках не знает никто, об этом сам Господь говорит, да, сам Христос говорит, что никто об этом не знает, не ангелы небесные, а только Отец мой небесный. И не в сроках дела, а дело в нас с вами, в тех самых избранных христианах, которые... Мне очень понравилось вот это выражение, когда у Серафима Вырискова я прочитал, Господь тысячу лет готов ждать, пока хотя бы одна душа человеческая, спасшись, восполнит число падших ангелов. Причем эта мысль и у других отцов, более древних отцов церкви она есть. Сейчас, к сожалению, не смогу процитировать, кто именно конкретно, но вот я с этим сталкивался. То есть, говоря о том, что предназначение человечества не в том, чтобы просто жить на земле или там спасаться, а что предназначение человечества восполнить число падших ангелов. То есть ангелы, которые отпали, как мы знаем из Священного Писания, третья часть ангелов отпала вместе с Люцифером, ангелом Света, Деницей, отпала от Бога, причем по собственной воле, никто их не гнал оттуда. Они сами ушли от Бога и стали антиподами, они стали вместо ангелов Света, они стали ангелами тьмы, они стали дьяволом, бесами, и всем тем, что мы называем падшим миром духов. Слушая Серафима Верискова и других его святых, мы имеем такую возможность понять, что души человеческие должны восполнить число падших ангелов и должны через этот жизненный экзамен от рождения человека до его конца, через дела, через мысли, через противление злу или творение добра, доказать это право, стать одесной Христа, то есть вместе с Ним войти в вечность. И сам Христос говорит об этом. Вспомните отрывок, когда Христа искушают саддукеи, они подходят и говорят Ему по иудейской традиции, если у брата умерла, у твоего старшего жена, и ты не оставил потомство, то следующий брат по возрасту должен взять эту жену и восполнить семя брату своему усопшему и так далее. И вот саддукеи говорят, было семь братьев, и старший женился, но умер, не оставив потомство, женился на этой жене второй, третий, и они в смысле там умирали, так женились на ней все семеро, не оставили потомство, потом умерла и жена. Кто же в воскресении Христова, вернее после воскресения, будет ее мужем, или чья она будет жена, ибо семеро имели ее. Спрашивают они Христа, на что Христос отвечает, заблуждайтесь, не зная ни Писаний, ни силы Божьей, потому что, когда воскреснут из мертвых, не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы, существовать как ангелы на небесах. То есть сам Христос говорит, что предназначение человека в вечности, там, после воскресения, это не плодиться, не размножаться, а как ангелы мы не будем плодиться, размножаться, а будем уже жить по законам ангельского мира. Вот, соответственно, ну, зачем плодиться, размножаться? Ангелы не могут этого делать. Они даже не имеют полового признака, потому что половой признак нужен только для того, чтобы плодить себе подобных, поэтому есть самки, или самцы, мужчины, и женщины, и так далее. Вот там уже будет совсем другая жизнь, другой мир, другое состояние нас с вами. Вот, и так Христос тоже таким образом приоткрывает перед нами наше будущее там, в Царстве Небесном. Поэтому конец света это не просто какая-то техногенная катастрофа, война или исчезновение человечества физическое, а это конец предназначения человечества, оно временно, безусловно, потому что человечества не так много, там, тысяч лет, или кто как утверждает, вот, а это в миллиардном исчислении существования Вселенной, это вообще ничтожное количество времени, вот, но это какой-то отрезок, в который решается судьба тех вакантных мест, если так можно сказать, да, взияющих вот этих дыр, заполнения взияющих дыр в небесном воинстве, которое от Бога было учреждено, ибо мы помним первые слова Библии, вот открой первые слова Библии, прямо прочитай это вот, там всего семь членов предложения, пять слов, союз и предлог, да, вот с чего Библия начинается. Вначале сотворил Бог... Не торопись, их всего семь, поэтому лучше прямо по словам. Вначале сотворил Бог небо и землю. Точка. Все. И вот на этом заканчивается, да, то есть, казалось бы, вроде бы еще ни о чем не сказано, а с другой стороны сказано уже обо всем, потому что в предлог начале, да, это вот пять слов, в начале сотворил, да, Бог, небо и землю. Да, вот если разобрать, в начале сотворил Бог, вот если возьмем этот кусочек и рассмотрим, то есть, в начале Бог уже был, еще не было ничего, а Бог уже был. И он сотворил, то есть, он является творцом, ничего еще не было, он уже был, он является творцом всего того, что появилось. Ибо у Иоанна, читаем, и начало быть все, что начало быть, через него, да, через Бога, через Богослово и так далее. То есть, из ничего Бог сотворил все, что мы с вами видим. И об этом как раз говорится в этой фразе. И дальше говорится. Вначале сотворил Бог небо, а под словом небо что мы подразумеваем? Облачка проплывающая в... Духовный мир. Ну ты уже знаешь, поэтому тебе проще. Конечно, под словом небо мы подразумеваем мир бесплотный, мир невидимый, мир нематериальный. То есть это мир ангелов. Вначале сотворил Бог ангелов, читаем мы в современной такой трактовке, и землю что такое? Земля тогда, если небо это невидимый мир, то... Людишек, материю, да. Материальный мир. То есть вначале сотворил Бог нематериальный и материальный мир. Мир ангелов бесплотный и мир... Да, и вот на этом мы как бы заканчиваем вот это первое предложение. Причем союз И не дает превосходства или первенства ни одному, ни второму, потому что это перечисление небо и землю. А можно было бы написать, вначале сотворил Бог землю и небо. То есть сейчас вот мы с вами сидим, пьем чай, рассуждаем, а где-то там в космосе появляются сверхновые звезды. Гаснут эти звезды, появляются дыры, летают метеориты, сталкиваются какие-то планеты, что-то происходит. Там еще умирают и рождаются люди с бессмертными душами, эти души куда-то определяются. То есть как в материальном, так в нематериальном мире продолжается это творение. И мы с вами вот в этом предложении еще находимся. И мир еще только проходит первую свою какую-то стадию подготовительную к тому, чтобы произошло там что-то за пределами этого. Представляете, миллиарды лет прошло, а у Бога нет времени. Когда Бога пытаются изобразить, допустим, да, ну вот изобразить Бога Отца вообще невозможно. И это считается неканоничными изображениями на иконах, когда там рисуется старец с треугольником за головой, там с распростертыми руками, который там, или там Дух Святой в виде голубя, вот, или что-то еще. Ну, кроме изображения Иисуса Христа, которого мы могли с вами видеть, который был воплощен Богородицей на святых и так далее, то есть тех, кто жил на земле. Вот. Все остальные, конечно, изображения, они либо схематичны, либо неканоничны вообще. Так вот, Бог-Отец, Он всегда был, всегда есть и всегда будет, и поэтому его можно было бы изобразить просто в виде такой геометрической прямой, да. Нет, бесконечность, это непонятно, что тут на самом деле, да. Это, ну вот, прямая, это то, что не вмещается в мою голову еще со времен школы, потому что по определению прямая, это прямая линия, проходящая через две точки бесконечно в обеих направлениях. Это определение вот прямой. У меня в голове это никогда не укладывалось. То есть я понимаю, две точки, через них проходит прямая линия, она бесконечно вот там, бесконечно там. Но, когда ты видишь железную дорогу, которая уходит за горизонт, и ты ее, ты понимаешь, что она где-то там начинается, или где-то она там кончается. Но вот в голове никак не вмещалось, что у меня, что эта прямая линия, она вообще нигде не начинается, то есть она всегда там есть. И нигде не кончается, и она всегда там будет, то есть, потому что все, что я вижу, она ограничена. Поэтому в моем рассудке это сложно себе представить. Также любому человеку сложно представить, что вот Бог был всегда, когда не было ничего. А когда он появился? А что было до него, допустим? А что будет после, думают они? И когда Бога рисуют в виде старца, допустим, это, конечно, уже наше человеческое восприятие того, что это было давно, но старец это то, что, значит, уже начинает разлагаться и деградировать, допустим, да, по человеческим меркам. И вообще возрастание это не есть свойство Божие, потому что Бог совершенен изначально. Потому что развиваться может недоразвитая. Бог не может быть недоразвитым. Он уже сразу совершенен. То есть недоразвитым можем быть мы, творение. То есть мы вот начинаем, там, сперматозоид, яйцеклетка, там, эмбрион, потом рождается вот этот вод, он потом сосет сисью, он там ползает, он там потом начинает ходить, твердую пищу есть, зубы первые, зубы вторые, высшее образование, значит, это жена, дети, внуки, правнуки, рассыпание этого тела, болящего, и смерть, и разложение. Вот и все, что мы видим здесь, вообще во всем мире, даже звезды и планеты имеют свое зачатие из газового состояния, потом разрушение, черные дыры какие-то там и прочее. То есть все материальное имеет какие-то циклы. А Бог не имеет этого, он изначально совершенен, развит, ему не нужно развиваться, он не может стареть. Поэтому изображение Бога в виде старца, конечно, это наше человеческое восприятие, но оно неправильное. Так вот Бог будет всегда. И сколько бы ни прошло миллиардов, триллионов, триллиардов лет по землевым исчислением, это всегда будет только еще всего лишь начало, потому что там бесконечность. И там будет такое количество лет, веков и тысячелетий, триллиардов всего этого, что мы просто даже не можем себе представить. И во всем этом мы уже с вами живем. Я вас всех поздравляю, любой из вас, это бессмертный. Это не американский герой, там, из сериала, там, Дункан Маклау, Горец там, бессмертный какой-то. Мы с вами бессмертны уже по определению, потому что у нас бессмертная душа, которую Господь нас наделил еще там, в утробе матери. И мы родились уже бессмертными в смысле духовно. И нам над этим надо трудиться больше всего. А мы больше всего трудимся на то, как бы пропитать наше бренное тело, как бы его там воспитать, там, накачать, или здоровье поддержать, или угробить его, там, или наслаждения какие-то получить, или материальное благосостояние. А в реальности ценнее всего наша бессмертная душа, над которой мы должны трудиться день и ночь, день и ночь, как об этом говорит классик. Потому что вот это самое главное, мы возьмем с собой вечность, а все остальное останется здесь. И вот над этим надо трудиться, день и ночь. И люди, когда это осознавали, многие, они уходили из мира, они отказывались от богатств, будучи даже наследниками, там, царского трона и прочего, они уходили от всего этого и затворялись в пещерах и везде уничижали свое тело и восходили духовно, и чего-то достигали, понимая, что все, что на земле, это тленное. Об этом Христос хорошо сказал. Что человеку до того, если он приобретет даже весь мир, а душе своей повредит, душа не больше ли всего этого материального мира, всей Вселенной? Потому что душа бессмертная и вечна, и над ней надо трудиться, работать. Мы всю жизнь свою тратим, иногда, вопреки этому закону, работа над своей душой, мы ей жертвуем ради материальной ценности. Мы можем переступить через свою совесть, ради того, чтобы получить деньги, наследство, очередные чины, славу какую-то. Мы же видим это в мире. Так происходит. Люди по головам идут к этой власти. Через воровство, казнократство, через обманывание других, через наживу какую-то, нечестно, противозаконно, чтобы обогатиться. Непонятно зачем. Потому что все равно весь мир не съешь и не оденешься, не обоишься в него. И так далее. И в конечном итоге мы разминиваемся вот на вот это. Мы за три копейки продаем, за 30 сребреников мы продаем вечности и царское достоинство, как тот самый Иуда. Поэтому, конечно, вот эти моменты, они являются основополагающими. И мы должны с вами просто во главу угла поставить именно вот эти ценности. Понимаете? А к сожалению, ведь, ну вот, возьмите, ну меня, да. У меня 54 года. Над чем я всю жизнь тружусь? Вот я там даже, ну может образование получать, какие-то там, какие-то навыки, знания. Тружусь там, чтобы там одеться, обуться, семью свою накормить, какие-то же личные вопросы решить и прочее. И вот это занимает в основном основное время моего разума и моих стараний. Даже я, будучи вот уже человеком, который облечен самым, и который должен об этом думать. Да, вот все равно, если распределить подавляющее время, вот, прожитое мной, самый большой процент, наверное, идет именно на попечение о плоти, о материальном. А что говорить об остальных людях, которые нас окружают, которые вообще не могут быть, а о душе задумываются в последнюю очередь, когда совесть, может быть, мучает или что-то происходит там, понимаете? То есть это, конечно, такой момент для нас основополагающий и важный. И Христос, и вообще Господь, Вседержитель, Творец, Он именно на это смотрит, потому что Он говорит, в Священном Писании, «Чадо, дашь мне сердце твое, мне даже дела твои, потому что, ну, может быть, вот он инвалид, прикованный к креслу этому инвалиду, он даже двигаться не может. Он, может быть, готов какие-то дела делать или прочее, а вот, а что у него в сердце? А может быть, он тот самый бомж несчастный, да? Вот вспомним притчу, да, где Христос говорит о богатом и о нищем Лазаре, да? Он в струпьях на гноющей, то есть на мусорной куче около дома богатого человека, куда помои выносят и все это, да? Он в струпьях, то есть в гнойных каких-то там вот этих вот непонятных вот на коже делах, он сидит там, и рядом псы, и псы приходят и лижут ему раны, и он готов есть вот эти вот отбросы, которые объедки со стола этого господина, который является общеуважаемым в городе человеком и так далее. Вот, и когда он умирает, именно его Господь показывает нам, находящимся в лоне Авраамовом, в раю, и когда умирает этот выдающийся, значит, всеми почитаемый гражданин того города, вот, и вот там пышные похороны, там сотни людей, там не знаю, что там происходит, вокруг там речи какие-нибудь, да, слезы, вот, и он попадает не на лоне Авраамова, а пропадает в ад, и там мучается, и горит в этом огне, и просит, увидев вдруг там на лоне Авраамова, увидев этого бомжа, который там у его там заднего двора, там на куче мусора сидел, вот он его видит, удивляется и говорит, ну, пускай он там омочит палец, водичкой мне прохладит язык, потому что я мучаюсь здесь, мне здесь плохо, мне тяжело, то есть, и мы видим, что говорит тогда ему, то есть через притчу говорит сам Бог, да, что оттуда сюда не переходит, и отсюда туда не переходит, так, такая пропасть учреждена между радом, а адом и раем, что нету этой возможности, все, ты на земле получил, ты здесь радовался и получал на земле, а он на земле мучился, и вот претерпевал всякие гонения, а теперь, наоборот, происходит все, вот, и мы ведь с вами проходим, мы этих бомжей, мы не испытываем большой гнев любви или радости, или сочувствия, иногда просто стыдливо отводим глаза и пробегаем, иногда просто мы жалеем, но ничего не делаем, иногда что-то делаем, но непонятно, почему, чтобы совестность не мучила, или как-то там даем кусок хлеба или деньги, вот и так далее, то есть, никто не знает вот этой вот меры справедливости Божией и его воззрения на человека, может быть, вот именно кто-то из этих бомжей войдет в Царство Небесное, потому что он, может быть, сопереживает всем, может, он эту собаку-то жалеет и с ней делится своей пищей последней, и, может быть, он и рад какие-то дела делать, но просто их не может по каким-то недугам, как это происходит, мы не знаем, а, может быть, тот самый уважаемый человек, о котором мы сейчас говорим и думаем, что вот эти дела он делает какие-то добрые, может, он не войдет туда вообще-то и, наоборот, будет Богом отвергнут. Поэтому где-то я читал, и очень мне понравилась эта фраза, мы очень удивимся, придя в Царство Небесное и не обнаружив там тех, кого ожидаемо увидеть, и увидев там тех, кого уж вообще не ожидаемо увидеть. Вообще, конечно, сначала будут в это Царство Небесное вообще нам прийти, чтобы для себя это откровение увидеть, но вот на самом деле, может быть, именно так, потому что не дела наши Богу так важны и угодно, хотя они, конечно, безусловно, имеют значение, а именно устроение сердца, потому что, а что в сердце нашем происходит? Представьте себе, что мы станем этими ангелами, и представьте, ведь у них там совсем другие свойства. Вот как Бог творил весь этот мир? Он что там? Руками у Бога и рук нету, глазами у Него и глаз нет, Он все видит, и без рук Он творит все. Чем? Он просто вот этим мыслью, словом, да, вот сказано у Иоанна Богослова, сказано, что через Слово, да, вначале было Слово, и Слово было Бог, и Слово было у Бога, через Него все начало быть, что начало быть, и ничего не начало быть, что начало быть без Него, то есть и так далее. То есть, а что такое Слово? Слово какое бывает? Ну-ка давайте поразмышляем. Ну, наверное, это не в прямом смысле? Нет, в каком бывает Слово? Конкретный вопрос, конкретный ответ. Добно. но это это прилагательное а вот само слово но как она может выражаться слово вслух то есть вербально все через звуки да через звуковые волны мысленно то есть в мыслях мы можем думать да как еще может слова быть написано да то есть какими-то знаками может быть цифровое слово да какое-то и так далее то есть слово может быть разным то есть она может выражаться разным вот допустим я сижу и думаю а думаю один на один и тебя никто не слышит из ближних то тебе совсем не обязательно говорить это вербально то есть говорить это словами звуковыми волнами правильно то есть ты говоришь с богом вполне но можешь шептать конечно может тебе самому этот как-то поднять не придет может там слух говорить когда у вас никого нет только стоишь перед иконой и понимаешь что это бог и он все-таки слышит тебя и икона для тебя только визуально какой-то вот образ который с которым тебе легче общаться потому что с богом можно обращаться ну закрылся где-нибудь там непонятно в пещере там вообще ничего нет на горе там или там в море как наш этот священник то федор конюхов да вот он один бедняга в море тысячи километров вокруг там миль никого нет и он с богом все равно может общаться даже ну понимаешь чтобы всегда рядом бог живет по другим законам он это не материальный закон там нет расстояния там нет пространства на вот и поэтому слово оно имеет звуковую вот свое да звуковую волну что ли да мы можем услышать мы его можем проговорить внутри себя в мыслях и так мы обращаемся к богу и так мы думаем слово оно может быть записано знаками да там у кого-то иероглифами у кого-то вот кириллицей латиницей или прочими там слово может записано быть цифрами да это современные технологии какие-то да и вот цифры передает я там распечатать и так далее вот и поэтому господь сам вот вот через это слово сказано да то есть через мысль свою создает весь этот мир от минимального элементарного электронно-нетронно-протона в каждом атоме до глобальных звездных систем вот этих млечного пути этих на огромных вот этих вот звездных светил вот представьте себе вот я как-то в сети наткнулся на такую картинку там нарисован допустим нашей солнечной системе от самой маленькой планетки до солнца да или там до там какой-то там юпитер потом берется юпитер самая большая наша там скажем планета она ставится самой маленькой и от нее значит другие планеты какие-то или звездные там потом самая большая из этой гряды она берется ну как бы самой маленькой величиной потом еще больше то есть есть небесные тела которые сотни тысяч раз больше чем земля ну тут просто себе трудно представить что есть такие гигантские небесные тела они есть их уже открыли астрономы через телескопы через радиотелескопа через приборы то есть то есть такие гигантские тела которые на вообще даже с вами не снять и все это создал бог и создал он не каким-нибудь образом вот он захотел и она стала и она получилась то есть вот движением воли мысли желанием слова и когда мы будем идентичны богу а душа наша идентична богу также как ангел идентичны богу в этом смысле они вот если графически нарисовать допустим что такое ангел ангел это бессмертная бесплотная нематериальное энергетическое существо которое имеет точку отсчета то есть точку создания в начале создал бог сотворил бог небо и землю то есть есть от точка отсчета о появлении этих ангелов у них есть точное количество их можно посчитать у них есть свои свойства да у нас изображается в виде пирамиды допустим священописание открыты 9 ступеней этих ангел там херувимы серафимы силы господства престола архангелы ангелы да чем их больше тем они слабее по своим силам по своей силе функциям тем мы чем они сильнее тем их меньше человеческое общество копирует это все у нас есть президент он верховный главнокомандующий у него ядерная кнопка ему подчиняется вся страна вот есть там правительство есть там совет федерации там и закон как он называется на законодательный орган государственная дума потом есть субъекты федерации у субъекта федерации есть свои законодательные собрания и и так далее так далее так далее так далее так далее в конечном итоге есть какие-то производства там и там есть обычные люди граждане там дворники ремесленники рабочие да вот так устроено общество и чем начальник выше тем их тем их меньше да но это начальниками есть следующее так и вот в этом небесном воинстве вот такое распределение на девять этих ступеней и получается что там это стройная такая конструкция она богом создана ну что бог давайте попытаемся размышлять что-нибудь бог делать безсмысленно то есть он не вкладывает никого смысла раз создал что-то ему и на пузырит туфельку или какую-нибудь там какую-нибудь галактику какой-нибудь да или вот какого-то ангела или какого-то человека допустим да то есть все имеет смысл мы можем этого не понимать или не знать но раз бог создал значит она ему зачем-то нужно вот все эти ангелы ему были нужны функционально в это в этой вечности зачем они проводники его воли они исполнители его воли но они обладают функциями похожими на бога потому что они не творят руками они не у них нет рук у них нет тела они бесплох понимать то есть они более свои как вот война состоялась между вот здесь об этом в апокалипсисе написано да и состоялась война на небе и архангел михаил бился вот мы читали прошлый раз нас дьявол там дьявол как они били что копьями лазерными пушками какими-то оружием нет там ничего этого нет там не материальный мир там мир воли энергии движение вот в чем любовь выразилась архангела михаил архангел это вторая ступень снизу то есть он какой-то там бригадир этих самых строителей на настройке или там никого непонятно кого значит взял и на президента там какого-нибудь там вдруг сказал ты что ты возомнил себя богом как это возможно бог над нами творец и что в гордыню такой упал как это возможно то есть сказал правду и возвысил голос в защиту бога вот архангел михаил перед денисой перед ангелом светом который был света он был выше всех всех кого он знал они были все ниже него то есть они были слабее его и он посмотрел над ним только бог я как бог понимаете так архангел михаил говорит кто как бог ты как бог ну то что как ты можешь себя с богом сравнивать и вот это сражение произошло на уровне воль на уровне любви к богу и за эту любовь пламенную к богу он берется со второй степени ступени снизу и ставится сразу наверх и как господь говорит многие последние станут первыми вот пожалуйста и вот даже сейчас наверху стоя мы даже до сих пор говорим архангел михаил ну архангел это же вот архистрадикт михаил дает то есть предводитель всех всех ангелов архангел все-таки это вторая ступень снизу и он там остался наверху да это как подполковник или полковник путин как бы да который является верховным главнокомандующим российских войск и имеет ядерную кнопку да может у него а звание может до сих пор у него полковник осталось я не знаю в кителе не видел давно поэтому это вот такое для нас может быть не очень понятно и удивительный момент но именно так вот в этом небесном воинстве она там и происходило как-то все это отпадение от бога и то что бог никого не задержал не наказал они сами ушли от него и бог им дал уйти так скажем да теперь создал нас людей чтобы мы доказали здесь земных этих испытаний каждый день нам идет вот этот вот образно говорит за правым плечом ангел хранитель за левым плечом дьявол да какой-то там сидит там и они записывают за нами все эти дела так значит зачет так сегодня украл все штыки мы создали условия вокруг него он украл этот он украл он украл так завтра украл Украл, опять украл, а тот засомневался, а тот уже не украл, но не так часто, а тот уже 50 на 50, а теперь стал воровать меньше, а теперь вообще не ворует, а теперь он не может украсть. И этот бес там, так, уже не может украсть, уже не может украсть, то есть он здесь совершенствовался, преобразился и уже, может быть, уже достоин того, чтобы где-то в царство небесное войти, на какой уровень еще неизвестно. То есть какой-то происходит бесконечный экзамен, в котором мы с вами существуем. И поэтому, когда мы говорим об апокалипсисе и других моментах, война это или мир, то есть это только лишь условия, в которых мы находимся, в которых мы можем самовыражаться через поступки, мысли, дела и мечтания наши. То есть когда мы станем с вами бесплодными, мы же не сможем с вами дел делать. Даже если мы здесь будем поститься, будем на себя брать какие-то телесные подвиги, будем воздерживаться от каких-то еды, каких-то вредных веществ, курения или алкоголя, наркотиков, то когда мы достигнем совершенства телесного здесь, от тела избавимся, все-таки войдет туда душа наша, а не то тело, которое воспитано нами через какие-то подвиги. Все-таки душевные, духовные качества, они там будут важнее. А? А как же воскресенье? Что воскресенье? Ну, когда это воскресенье, что воскресенье в теле. Воскресенье-то мы в теле, но тело-то будет не то. Даже Христа не узнали его ближайшие ученики. Наши сама вложил. Представляешь? А? Ама же вложил. Нет, вложил, понятно, и Христос ел перед учениками, и вознесся в теле на небо и прочее. То есть это какие-то определенные, неизвестные нам, сегодняшним людям, качества, которые будут в этом воскресенье. Что будет дальше? Как оно будет происходить? Мы с вами не можем этого знать. Мы гадательно, как через мутное тушьское стекло об этом апостол говорит. А тогда увидим лицом к лицу, как это будет происходить. Но сейчас перед нами задача. Задача войти в Царство Небесное, которое нам поставлено. Все эти внешние условия являются все равно лишь внешними условиями, в которых мы можем как-то выразиться как существа одухотворенные. Но ведь выбрали эти тысячи или десятки тысяч, или сотни тысяч людей мученическую дорогу в коммунистическом нашем времени и стали новомучениками. Многих имен мы просто даже не знаем. То есть они сделали этот выбор в пользу Христа через отречение от земного тела, через страдания и через муки какие-то. Понимаете? Даже царская семья, она выбралась на свой путь. Когда читаешь, там есть множество этих свидетельств, что уже заранее они знали об этом, было предречено. И там царь говорил, когда происходили какие-то случаи, там взрывы рядом снарядов или прочее, что он говорит, это еще не мое время. Да, потому что в мое время там и мне по-другому предстоит уйти из этой жизни. То есть они шли смиренно по некому предначертанному, да, вот царской семье, как мы об этом читаем. Насколько это достоверно, конечно, опять же, трудно нам судить, но тем не менее. То есть у нас с вами вот выбор простой. То есть либо через все испытания, через счастье и несчастье, медные трубы, что там у них там, огонь, вода и медные трубы, как в сказке, да, с Богом, или наоборот, отойти от Бога ради каких-то целей. Вот, ну давайте вернемся к седьмому ангелу. Ну просто невозможно, просто невозможно об этом говорить. Но все равно, что говорить человеку, допустим, о высшей математике, когда он еще не прошел арифметику, понимаете. Ну вот как-то в отрыве от контекста получается, ну сложно воспринять. Давай попробуем, Сюша. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будем царствовать во веки веков. И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря, Благодарим Тебя, Господи, Божий Вседержитель, Который еси и был и грядешь, что Ты приял силу Твою великую и воцарился. И распели пели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим. Пророком и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. И отверстие храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его, храме Его. И произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из двенадцати звезд. Она имела в очреве и кричала от болей и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах Его семь диадим. Хвост Его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал пред женою, которая имблежала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней. И произошла на небе война. Михаил и ангелы Его воевали против дракона, и дракон и ангелы Его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы Его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его. Потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его крови Агнца и словом свидетельства Его, и не возлюбили души своей до смерти. И так веселитесь, небеса и обитающие на них. Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол и сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась и продолжение времени, времен и полвремени. И пустила змей из пасти своей вследженной воды, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста своей, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И расферепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохранившими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. И стал я на песке морском, и увидел ходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диады, и на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свою, и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, что подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. И дана ему власть действовать сорок два месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его, и жилища его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни Агнеца, заклонного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. И увидел я другого зверя, входящего из земли. Он имел творога, подобный Агнчим, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великое знамение. Так, что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудеса, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, что они сделали образ зверя, который имеет раны от меча и жив. И дано ему было вложить дух и образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку или их или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, что имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его шестьдесят шестьдесят шесть. Шестьсот шестьдесят шесть. И это четыре четырех тысячи, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились жеными, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства, они не порочны пред престолом Божиим. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому пленению, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаши гнева Его, и будет мучен в огне и сере пред святыми ангелами и перед Агнцем. И дым мучений будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу Его, и принимающие начертание имени Его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божией и веру в Иисуса. И услышал я голос неба, говорящий мне, «Напиши отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». Ей говорит дух, они упокоятся от трудов своих и дела их вслед за ними. И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит, подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец, и в руки его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. И стоптанные ягоды сточили за городом, и потекла кровь, и сточила даже до уст конских на 1600 стадии. И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми окончилась ярость Божия. И увидел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии. И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, «Великие и чудны дела Твои, Господи, Божий Вседержитель, праведный и истинный пути Твои, Царь Святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои. И после сего я взгляну, и отверзся храм, скинь и свидетельство на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую длинную одежду и поясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его. И никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов. И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю. И сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертания зверя и поклоняющихся образу Его. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил свою чашу в реки источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вот, который говорил, праведен ты, Господи, который еси и был и свят, потому что ты так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того. И услышал я другого от жертвенника говорящего, ей, Господи, Божий Вседержитель, истины и праведны суды Твои. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем, и жег людей с сильной зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над семи язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачным, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих, и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Пятый ангел вылил чашу свою в великую реку Ефра, и высосла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли, всей вселенной, чтобы собрать их на брань, и он и великий день Бога Вседержителя. Все иду, как тать, блажен, бодрствующий, хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему ногами, чтобы не ходить ему ногим, и чтобы не увидели срамоты Его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий, совершилось, и произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое, и город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий, воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости, гнева Его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиною в талант впал с неба на землю, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле, и повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохольными, и семью головами, и десятью рогами. И жена обличена была в парфиру и баграницу, украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом, и держала в желатую чашу в руке своей, наполненную мерзостями, нечистотой, а удодействуя ее. И на челе ее написано имя, тайна, Валилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусова, и, видя ее, удивился удивлением великим. И сказал мне ангел, что ты дивишься, и я скажу тебе тайну жены си и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов, Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. И здесь ум, имеющий мудрость, семь голосов, суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть, и зверь, который был, и которого нет, есть восьмой, из числа семи, и пойдет в погибель. И десять рогов, которые ты видел, суть десяти царей, которые еще не получили царства, но примут власть со зверем, как царин, на один час. Они имеют одни мысли и придадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань сагнцем, и авнец победит их, ибо он есть Господь, господствующих и царь царей, и те, которые с ним, суть званые и избранные и верные. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, и народы, и племена, и языки. И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божию. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы Его, и воскликнул он сильно, громким голосом говоря. Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птице, ибо яростным видом блуддеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействуют с ней, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос неба, говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее, и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспоминал неправду ее. «Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее, в чаши, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горести, ибо она говорит в сердце своем, «Сижу царицею, я не вдова и не увижу горести, зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь любовь, судящий ее. И восплачут и возрадуются они, цари земные, лудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучения ее и говоря, горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой. И купцы земные восплачут и возрадуются они, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных и камней драгоценных, и жемчугой, и весоной, и порфирой, и шелкой, и багреницей, и всякого благоводного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, из железа и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих, И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное, блистательное удалилось от тебя. Ты уже не найдешь его. Торговавший всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучения ее, плача и рыдая, и говоря, горе, горе тебе, великий город, одетый, весоной, порфирой, багреницей, украшенной золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство. Давай остановимся, пока что-то уже, по-моему, уже все такие загрустили от этого бесконечного, то есть после седьмого ангела тут пошли такие уже конкретные апокалиптические времена, и с числом зверей, и с печатями на лбу, и на руках, и со всеми этими. Ну, как можно себе, допустим, да, вот если ты не очень, особенно мы, опять же, этих семи ангелов здесь не упоминаем сегодня, но, учитывая, что это третья беседа, то есть мы о них уже говорили, о шести ангелов предыдущих, вот, а как можно себе такую картину представить, скажем, ну вот, скажем, там, в первом веке, или в начале второго века нашей эры. Сейчас-то вот даже, да, вот мы читаем, что-то вы себе представили, вот, мне интересно, после таких огромных количеств всякой всячины. Америка, которая растворится от своих злодеяний. А в чем ты увидела Америка? Ну, тут вот это вот, мне кажется, что вот описание этого зверя, ну, как вот золото, вот это вот, то, что вы говорили. Нью-Йорк. На самом деле, конечно, я вот специально, знаете, когда повествование очень долгое, вот к библейским, евангельским и к вот таким вот апокалиптическим повествованиям нельзя относиться однозначно хронологично, что вот выстраивать в хронологии, вот как пишется одно за другим, что это вот хронология того происходящего. Некоторые моменты, они повторяются, некоторые усиливаются, некоторые через какие-то вот узнаешь такие видимые для себя понятия какие-то. И вот вы, допустим, Америку вдруг взяли, распознали, несколько человек распознали в этой вавилонской блуднице, почему-то Америку, с которой блудодействовали все, которая роскошествовала, которая одевалась в порфиру, то есть как бы как царица. И семь блудодействовали с ним вот этих вот рогов дьявола, которые, звери этого, которые диадимы, то есть короны на себе носили. Какие-то у вас из современной истории, кроме Америки, допустим, о которой вы сейчас упоминаете. А семь, что-нибудь число семь вам говорит? А там даже написано, восьмой из числа семи погиб там. И семь, несколько раз упоминается, что зверь в лице дракона, некого красного, с семью рогами, на которых семь диадим, то есть царских корон и так далее. Вот есть такая, так называемая, Ж-семь или Большая Семерка. Это семь наиболее сейчас, что ли, развитых стран, но в нее не входят страны БРИКС, которые являются половиной человечества. Это и Китай, и Индия, и Россия, и другие страны Латинской Америки, и Южная Африка и так далее. Ну вот это вот как раз та семерка, которая решает судьбы всего мира и может там решить, какое государство уничтожить, какую экономику обложить санкциями, кого как поставить на место и так далее. То есть явно с дьявольской вот этой вот подоплекой и подосновой, да, вот и явно они получают эту дьявольскую власть от самого князя мира и так далее. То есть такие образы, они, я специально вот Ксюшу не останавливал, думаю, ну что, сложится в голове что-то. Вот пока вы мне сказали только об одном, что у вас сложилось об этом Вавилоне, об этой блуднице, об этой жене, которая в одночасье исчезает, вот, и потом весь мир удивляется, кто с ним торговал, с этой блудницей, с этим Вавилоном, кто от него получал богатство и все, и вот все удивляются. Вот он был, и вдруг его нет. Ой-ой, что делать? Да, куда деваться? Вдруг исчез вот этот вот Вавилон, и это сверх какая-то страна или сверх город, о котором тут говорится. Но город это, опять же, не нужно к этому относиться как к конкретному, скажем, понятию города, то есть какого-то мегаполиса или там. Это может быть именно страна и какое-то стечение народов, потому что, ну, что говорить о той же Америке, почему вы могли его знать? Скажите, по каким признакам вы почему-то вот определились, что это вот та самая страна, Америка, которая вот... Сказать. Мне сразу вспомнилось то, что вот Америка всем дает деньги, ну, в смысле, обещает денег, а потом дает тоже Украине, обещала денег. То есть не очень большой процент человечества потребляет более половины всей совокупности всемирно производимой продукции. Да, это Америка, это вот такое, знаете, это такое раковая опухоль на планете, она обособлена, она сидит вот на этом как бы таком острове в себе, да, вот удалена от восточной и западной цивилизации, от Азии, от Африки и даже от Латинской Америки там. Вот она такая сидит сама по себе. Весь мир, причем угнетает виртуально, потому что те деньги, которые существуют, которые сейчас вот без особого, скажем, одобрения всего мира, без какого-то законодательного утверждения, становятся мировой валютой, и у нас вот в чем сберегают основная масса людей свои средства, в тех же долларах, которые являются абсолютно какой-то раздутой полиграфической продукцией, которая не имеет под собой вообще никакой основы и не обеспечена ничем с 70-х годов, то есть это вот сколько напечатает станок, вот, столько их и будет, можно печатать день и ночь их и распространять по всему миру, и по всему миру они ходят, и ничем не обеспечены, но тем не менее все на них торгуют, вот на эти ничего не стоящие бумажки, и все за них воюют, и все за них продаются и покупаются. В конечном итоге вся мировая экономика сейчас вот завязана на это, и вот Европа со своей объединенной Европой, которая пытается объединиться, да, и со своей вот этой валютой, которая пытается конкурировать вроде бы и так далее, она является, ну, определенным конкурентом и противовесом этой американской цивилизации и вот этому монстру, который сейчас руководит всем миром, и мы видим сейчас вот как, попирая все законы, вообще никак не советуясь международным сообществом, может там какую-то акцию совершить, да, там 60 почти, выпустить ракет по независимому государству и даже не извиниться ни перед кем, а вот мы считаем, что так нужно, мы так будем поступать. Какой там ООН, какой Совет Безопасности, какие там какие-то предупреждения, в общем, можно абсолютно ни с кем не церемониться и поступать как хочешь. Вот, и, конечно, это такие явные признаки, вот, и эти числа, которые, да, здесь говорятся. Вот, когда мы говорим о 12, какие у вас ассоциации с числом 12, а, нет, 12, вот там, жена, которая обличена в месяц и солнце, да, вот там говорится под ногами ее месяц, она говорила и солнце, там, и 12, сейчас мы, просто мы проскочили, а? Мне кажется, может быть, это наоборот, Россия и все, кто, типа, тоже... Вот, нет, ассоциация с числом 12, какая у вас, самая примитивная, скажем, а? 12 апостолов. То есть это святая, соборная, апостольская церковь, да? Это то, что в символе веры. То есть вот, жена, которая обличена в, вот, то есть у нее под ногами месяц, а на голове у нее... Венеции 12 звезд. Да, ну вот представим себе даже, допустим, ну, кто это может быть, допустим, у кого под ногами может быть месяца, на голове уже там солнце, ну вот, есть ли какое-нибудь географическое место, где в одном месте все еще... Еще луна, а в другом месте уже солнце. Россия. Ну, Россия, безусловно, потому что на Дальнем Востоке еще месяц, а уже в Калининграде у нас уже солнце вас все шпарит, или наоборот, понимаете, тут нет такого пространства в мире, вот как Россия, чтобы вот столько вот... Что у нас основой является нашего государства? Какая идеология или какая, ну, там, я не знаю... Вот мы считаем, что вот какая-то вот у нас есть какая-то мессианская роль, да? Что такое Третий Рим, да? Где этот Третий Рим? И кто такие два первых Рима предыдущих? Один, второй Рим, да, и вот третий, и четвертому уже не бывать, да? То есть Третий Рим — это то самое место, в котором нам Господь по каким-то причинам, не знаю по каким, дал с вами родиться, жить и существовать. Вот то самое избранное место, место последнего пристанища христиан, вот того, что вот 12 этих звезд, да, или как там говорится здесь вот... То есть у нас не семь диадим, данные драконам и зверь, который низвергнут с небес после того, как произошла война между Архангелом Михаилом и вот этим зверем, да, о том, о чем мы с вами говорили, да? То есть показана западная цивилизация с руководящими этими семью странами, которые абсолютно дьявольскую преследуют идеологию и цель, да, и цель воцарить антихриста, объединить глобально этот мир и подчинить его себе любыми способами от электронных, и вот включая это число зверя, вот эти нанесения печати на лоб и на руку, и что без них ничего нельзя будет ни покупать, ни продавать, ни приобретать. То есть об этом очень много сейчас ломается копия уже не первые десяток лет, и антиглобалисты, значит, борются с ИННами, борются со штрих-кодами, борются с числом зверя, борются со всякими чипами, другие, наоборот, их всячески пытаются насадить и вживить. Видите, вот даже в церкви у нас идут вот эти вот какие-то противостояния, паспорта не принимаются, значит, ИННы не принимаются, и какие-то числовые идентификаторы, и вот чипы все эти настораживают, которые появляются, документы с этими, да, вот мы с вами вот в этой как раз процедуре сейчас живем, вот во всем этом находимся, и разное чтение есть, и разные мнения и у церкви, и у руководителей нашей церкви, представителей, и у отцов разных, которых мы почитаем, и у простых обычных христиан, и так далее. То есть это четкие признаки того времени, в котором мы с вами сейчас находимся, да, вот этот седьмой ангел вот-вот уже должен восторбить, и мы с вами предстанем как раз перед этим выбором, да, то ли за Христом шествовать и выбрать для себя это, и может быть там указано, какие муки люди претерпят, и так далее, за Христа, или же пойти за этим миром и потом вот покрыться этими всякими страшными язвами и прочими, потому что каждый, кто делает свой выбор, будет нести за этот выбор определенную ответственность. Со Христом ты или с дьяволом, что ты выбираешь Христа или благополучие на этой земле материальное. То есть тут, конечно, такие еще пока образы того, что не совершилось, но то, что как-то пытаются уже трактовать и чему пытаются противиться, скажем, антиглобалистически настроенные православные люди, христиане в разных странах. Как оно будет, мы еще пока только можем так предположить из того, что говорят нам ученые, вот, а про пять ангел восторбивших, которых сегодня мы, к сожалению, не прочитывали, то, что предварял это все, там как раз именно говорится о тех бедствиях, которые на землю уже пришли, уже свершились. Шестого ангела мы бы повторили. Ксюша, а ты найди шестого ангела, который восторбил, то, что в прошлый раз мы читали, чтобы немножко было понятно там, да, о том, что должно разразиться на земле, какая катастрофа. Шестой ангел восторбил и услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Бога, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу. Освободи четырех ангелов, связанных при Великой реке Ефрат. Сейчас давай притормозим географию, помните, да? Сейчас вспомните, какие четыре ангела, или четыре государства, или четыре правителя находятся при реке Ефрат? Сирия, эти курды. Да, это Сирия, это Ирак, Иран, Сирия и вот четвертый ангел, мы можем гадательно так, потому что Турция к этому не может относиться, но есть огромное количество людей, которые борются за свою государственную независимость уже не первые десяток лет, это такие воины, с которыми считаются и в Ираке, и в Сирии, и в Иране, и считаются с ними в Турции. Это курдский народ, который не имеет своей государственности, но они идентифицируют себя как что-то единое, и они борются за свою государственность многие годы, это такие воины, которые имеют и оружие, и выучку, и так далее. То есть вот сейчас при реке Ефрате, вот есть четыре этих государства, которые, кто методично уничтожает? Америка. Америка. Почему они уничтожили Саддама Хусейна и его, этот самый, сначала потрясли, значит, этим порошочком там в ООН и сказали, о, у них там бактериологическое оружие, значит, надо быстренько там уничтожить. И уничтожили Саддама Хусейна, который явно занимал антиамериканскую, открытую абсолютно позицию и был пророссийским, потому что все вооружение и прочее все это поставлялось от нас, и мы были их там советниками и так далее. Сирия тоже с нашим оружием, и это наши были союзники и так далее. Иран, мы до сих пор с ними в союзнических отношениях, хотя он десятилетиями сидит под санксами американскими, да, ну, аккордов, как их не было, как в государственности, так их и не существует, до сих пор их используют любые политические силы, которые пытаются так или иначе на Ближнем Востоке там развернуть свои карты. Вот и представим себе, что, давай, почитай дальше, что происходит после того, когда эти четыре ангела развязаны? И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день и месяц и год. Вот, на час и день и месяц и год, то есть какое-то должно произойти событие такого всепланетного глобального масштаба, которое будет датироваться даже не просто годом или месяцем, а даже часом, то есть в какой-то единочасье что-то произойдет, исходя от этих четырех направителей или государств, или народов. Да, дальше? Чтобы умертвить третью часть людей. В час. В какую-то часть умертвить третью часть людей, проживающих на Земле. У нас сейчас 7 миллиардов 400 миллионов человек приблизительно на Земле. Когда это произойдет, мы не знаем, может быть, нас будет тогда 8 миллиардов или сколько-то, но третья часть человечества, даже сейчас, это уже порядка двух с половиной миллиардов человек. Так это они умертвят или их умертвят? Нет, нет, вот это даже читай, но их развязали, чтобы умертвить третью часть человечества. Еще раз можешь перечитать. Можешь еще раз перечитать. Шестой ангел вострубил и услышал один голос четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривши шестому ангелу и невшему трубу, освободи четырех ангелов, связанных при Великой реке Ефратии. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день и месяц и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Представляем себе картинку, да? То есть какой-то час эти четыре ангела будут освобождены для того, чтобы умертвить третью часть людей, проживающих на земле. Давай дальше, вот там сама картина, как это будет происходить. Число конного войска было две тьмы тем, и я услышал число его. Так видел я видение коней и на них садников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные. Головы у коней... Сейчас давайте перестановимся. Коней. Под конями совсем не обязательно в 21 веке подразумевать лошадок с четырьмя ногами, с хвостиком и с гривой. Коней — это нечто движущееся. Допустим, в нашей автомобиле, вот «Пятый ангел востребил», там очень автомобили интересно описываются, да? И там как раз говорится, что они несутся, как множество коней в таких вот доспехах металлических и так далее. Вот любой автомобиль — это что? Это движущееся средство, сила его двигателя исчисляется в чем? В лошадиных силах. Вы представляете, то есть это за 1800 лет до появления автомобиля уже было сказано, как они будут выглядеть, эти автомобили, что внутри они будут вообще обладать свойством коня, то есть автомобиль заменил коня. Но в нем будет не один конь, а целые там десятки, а то есть сотни коней в некоторых автомобилях, да, то есть вот этих лошадиных сил. Почему-то вот именно в лошадиных силах, да, вот измеряется это. И множество там говорится о крыльях этих коней, да, мы так представляли бы это еще много лет назад, что у коней этих крылья, а мы же знаем, что в автомобиле крылья. И это крылья, они вообще не обозначают крылья, что-то летучее. Это крылья, это такие арки, вот, в которых там, значит, колеса вделаны. Мы называем это крылья автомобиля. Крыло, вот, боковушечки вот эти над колесами, понимаете. И там говорится о лицах этих автомобилей, этих коней. То есть мы видим автомобиль, у них даже лица есть, вот эти вот фары, вот эти вот ротики, носики, да, вот, смотришь, у него такая мордашка прямо в автомобиле и так далее. И прочее, вот, так интересно описывается автомобиль. А вот здесь описывается, говорится, число коней, там, две тьмы, сколько там, тьмы, тьма, тьма, это тысячи, да, там, то есть тысячи тысяч, там, вот этих, такая силища, да, и говорится о конях, которые отнесут, что? Сиры, что-то там, гиацинт и огонь. То есть говорится о трёх неких страшных факторах, которые несёт какое-то техническое средство, которое перемещает это. Вот что страшное может умертвить третью часть человечества за один час, имеющие три фактора поражающих, что ли, да, вот такие? Ядерное оружие. Ядерное оружие, безусловно. То есть у него три поражающих фактора. Когда показывают, знаете, вот по телевизору, да, вот эти ядерные взрывы, и это всё снято, и показывается как. Что мы там видим с вами? Мы видим, как по земле прямо стелется вот такая, как бы, кругом вот такая волна. Мы видим, как вдруг туда собирается, собирается, и всё это превращается наверх, и вот таким грибом закручивается, да, и чего-то мы уже, конечно, третьего не видим. То есть это три фактора поражающих ядерного оружия. Это ударная волна, бух, оно взорвалось, и сметает на своём пути всё, и мы это видим. Это тепловое излучение, там миллион градусов в эпицентре, то есть всё сжигает, и, соответственно, втягивает туда воздух, и это всё сожжённое вверх улетает, и там, остывая, оно превращается в этот гриб. И третий фактор – это радиация, которую мы с вами не видим, но которая вот из Чернобыля пошла, и до сих пор мы пожинаем вот этих вот больных детей, куча онкологических заболеваний в онкоцентрах, как в Беларуси, так и в России, и в Украине, которые после Чернобыля произошли, так скажем. Три поражающих фактора ядерного оружия описаны здесь. Дальше. Это про поражающее оружие? Ну вот дальше, да, и они там три, что-то как кони. От этих трёх язв огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей, ибо сила коней заключалась во рту и во хвостах. Так, сила коней, то есть теперь кони описывается, да? Конь – это некое, значит, движущее средство. Так вот, сила коней заключалась в хвостах их и в головах. Допустим, как мы сейчас знаем, ядерное оружие перемещается. Каким образом? Головка и хвост. Это либо бомбы, да, с самолётов, но это уже вчерашний день, да, стратегические бомбардировщики несут на своём борту, допустим, бомбы или там, либо баллистические ракеты. Как выглядит пуск баллистической ракеты? Вот она вылетает, за ней такой длинный шлейф газа, который образуется при сгорании этого ракетного топлива. А что несёт эта баллистическая ракета? Боеголовку. В голове их и в хвостах их. То есть, вот, допустим, Пакистан имеет ядерное оружие, но он не имеет баллистической ракеты, которая может доставить это ядерное оружие. Имеет ядерное оружие Северная Корея, сейчас её там пытаются застращать, да, дядюшка Сэм из-за океана. Вот, но они уже имеют баллистическую ракету, потому что они запустили уже даже в космос спутник свой. То есть, значит, если в космос может достичь, значит, может достичь и берегов Америки, и Америка уже трепещет. А, ничего себе, маленькая Корея имеет ядерное оружие и баллистическую ракету, чтобы доставить её до нас. Значит, надо её как-то запугать и прессовать. Вот, поэтому действительно здесь вот описано ядерный удар баллистическими ракетами с боеголовками, с ядерным оружием. Дальше. Прочие же люди, которые не умерли от этих яд, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, и серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийстве своих, в чиродействе своих, в блудеянии своих. Ну, в общем, ладно, это уже будет... То есть, опять же, говорится о том, что ядерный конфликт будет, он будет связан именно со странами, с конфликтом между речью вокруг реки Ефрат, что это будет какой-то конкретный час, в котором исчезнет третья часть человечества, а остальные будут претерпевать страшные муки, и три с половиной года будет скорбь такая, какой не знало человечество, и ради избранных, то есть ради христиан, ради нас с вами, будут сокращены те времена, иначе бы не выжила никакая плоть. Это написано в апокалипсисе, когда начинаешь это все составлять в одну картину, страшно. Но в это же время почему-то, ниже по тех, что мы сейчас дочитали с вами, исчезает кто? Америка. Исчезает Вавилон, с которым блудодействовали все цареземные, от которого они... Сейчас, если мы посмотрим, все озираются на Америку, все понимают, что она плохо поступает, но никто не возвысит против нее голос, потому что, ой, как это, вдруг нам сейчас так же так навернут по башке там какими-нибудь тамагавками или пришлют, значит, эскадру там с авианосцем и так далее. То есть все видят, что беззаконие творится, но они сильные, и им типа можно. И они, как сказал даже об этом Барак Обама, исключительно нация, которая имеет право на исключительно какие-то поступки, да. А вот вы прошлый раз рассказывали, что там у нас построили, какой-то авианосец или что-то такое вы говорили? Космодром. Нет, к космодрома-то было, вы говорили, что у нас построили какие-то там корабли или подводки. Я думаю, что это не так интересно, Дюшка. Ну это уже о нас, да, ты имеешь в виду? Ну, множество произошло событий, которые, ну, как бы сказать, отражают сегодняшнее состояние наше, да. И, как вам об этом сказать? Ну я сам военный человек, в свое время я служил на Северном флоте, и я видел разные виды кораблей и атомные подводные лодки от винта и, да, торпедного отсека и в ядерном реакторе, где я только не бывал, так скажем, да, я видел эти все виды техник. Вот, и сейчас вот когда наш президент, да, слава тебе, Господи, вот, представитель спецслужбы и человек, который понимает, что такое есть управление государством и прочее, нам в этом смысле с вами очень повезло, потому что у нас в руководстве состоят спецслужбы, поэтому мы с вами не можем знать, что на самом деле происходит, можем догадываться так, да, и кто-то это догадывается. Основная масса людей находится в неведении как здесь в стране, так и за рубежом, потому что конспирологию никто не отменял, вот, Комитет государственной безопасности, это была одна из лучших школ, она остается разведывательной, поэтому что происходит в стране, знают только единицы, вот, и когда говорят, что у нас все плохо, и эти губернаторы-воришки, и эти вот там ДТП, и там все плохо, и разворовывается, вот все разворовывается, все плохо, а вдруг раз космодром возник, не Советским Союзом, мощнейшая дежава на тот момент, да, а вот разваливающаяся бедная Россия, несчастная, которая вот там организирует и вся эта, и вдруг вот космодром раз за несколько лет, и вдруг возник новый, совершенно, абсолютно современнейший в Сибири. Как это? Как это? Как это вот? В каком году? А вот в прошлом году уже запуски пошли, пошли первые наших носителей. Как это вот? Еще даже вроде как призадержали там, в связи с там Олимпиадами и с прочими, там где-то призадержали это строительство, но тем не менее, космодром он сейчас достраивается, он выйдет сейчас на полную мощность, и к 20-му году мы можем отказаться от Байконура, который в Казахстане находится, который мы арендуем до сих пор, и так далее. То есть сейчас мы стоим на таком удивительном техническом уровне, и в таком времени, что, допустим, вот здесь такие страны, которые они, несчастные, должны иметь огромный-огромный бюджет военный, вот, но не для того, чтобы быть там передовыми, а для того, чтобы вот это все барахло, которое вот это вот старье, которое у них есть, чтобы это все содержать. Представьте себе, что у вас есть там сотни баз по всему миру, вы их уже построили, они уже есть, и там вооружение стоит, допустим. Но чтобы эту базу содержать, вам всегда нужно платить. Где-то за аренду земли, где-то за коммуникации, за свет, за заработную плату тем людям, которые там есть, и прочее, и прочее, и прочее. То есть есть мощнейшая страна в мире, которая платит огромные деньги из своего бюджета за содержание этих баз, за свою имперскую политику в мире, то есть за диктат в мире. Почему Европа так, она против Америки? Америка, если мы почитаем пророка Давида и третью книгу пророка Ездора, там даже написано, как в последние времена будет распределяться мир, и там тоже такие образы, там животные, там написано, значит, три орла изображаются, которые правят землей. Правый орел, левый орел, там центральный орел. Вот представьте себе, что сейчас есть на земле три силы, от которых зависит власть на всей земле. Допустим, какие это могут быть силы, по-вашему? Америка, Россия, и это же не наружие. Но в Америке упал только наши ракеты, потому что они сейчас слетают, ну, сейчас новую... Сейчас, нет, я просто поставил конкретный вопрос, на него хотел бы конкретный ответ. То есть какие три сверхсилы сейчас существуют в геополитическом пространстве на земле, которые диктуют... Китай, Евросоюз, Америка и Россия. Все, Евросоюз, Америка и Россия, да, вот это такое... Это три государства, которые имеют своими гербами что? Орлов. Орлов. Россия с недавних пор опять вернула двуглавого орла, который смотрит направо и налево, потому что у нас такое пространство, надо за ним наблюдать, да, это византийский такой орел. Но с коронами, да, вот удивительно. Еще до недавнего времени, если бы вы деньги смотрели наши, я все время смеялся над этим. Потому что на наших металлических деньгах не было гербов, а был герб временного правительства Керенского. Когда царизм пал, они взяли, убрали скипетр державы и короны, и остался мутант двуглавый этот орел какой-то там, да? И представьте себе, что наше правительство, когда стало печатать деньги, это с ельцинских времен, оно взяло себе не орла имперского с коронами скипетра держав, а орла временного правительства, тем самым утверждая, что временное правительство, это они же тоже. И только недавно, сейчас вот при Владимире Владимировичу Путине, вновь появился герб на наших монетах, и теперь печатается орел с тремя коронами, скипетром и державой. Это государственный герб Российской Федерации, современной, и Российской империи тогда. То есть мы сейчас начинаем обретать даже символы имперские, царские и так далее. То есть мы становимся опять империей, которая была до того, да? И тут очень такие интересные моменты происходят. Но, тем не менее, герб наш со времен падения Советского Союза, это двуглавый российский орел. Герб Америки мы все знаем. Это орел, у него стрелы в руках, а никакая не скипетра держава. Он тут знает, что ему хочет. У него там всякие звездные всякие-то штуковины. И на долларах мы понимаем, что он там с масонскими, со всеми символами, и все в порядке там у этих ребят. И они считают себя, значит, правомощными иметь в руках стрелы и ими угрожать. При объединении Европы, кто стал доминирующим народом или государством в Европе? Скажите мне, пожалуйста. Германия, конечно. И сейчас вот Франция пошатнулась, пока у него сейчас выборы, и Франция какую-то вторую позицию держит. Британия, понятно, они там сидят на острове и даже обратно побежали из Евросоюза, потому что у них свои там интересы. Пускай тут они на континенте разберутся. Конечно, Третий Рейх, вот он уже. То есть все самое сильное, не в военном отношении, в военном отношении сейчас Германия не самое сильное. Экономические. Но в объединенной Европе она получила сразу ядерное оружие Франции, объединенная Европа. Это ядерное объединение, держава, и доминирует, естественно, Германия. Она сейчас занимает лидирующую политику. То есть без войны, без всяких блицкригов. Европа поклонилась Германии, и она уже существует. И у Германии вот такой орел. У него кулачище вот такие. Вот посмотрите, вот герб. Черное кулачище, черные крылья. Вот это Третий Орел. Вот три сейчас силы в мире, между которыми идет вот эта вот конкуренция. И там написано, как один орел пожирает другого, тратата, тратата, и падение Америки тоже написано. Это у пророка Даниила. На пророка Даниила ссылается сам Христос, когда говорит о последних временах. И ученики его спрашивают, а как же это будет в последние времена? Помните, Христос говорит, ученики его водят по храму ходят и говорят, посмотри, Господи, какие большие вклады, какие великие здания этого храма Иерусалимского. А Христос им говорит, камня на камне здесь не останется. Как же это так, Господи, когда это все будет? И потом, когда они поднимаются на гору Лионскую, смотрят на храмы, на Иерусалим сверху, ученики недоумевают и говорят, как же это, Господи. И он им рассказывает. Действительно, сейчас камня на камне нет, кроме стены плачи, которые являются подпорной стеной, когда расширял Иерусалим храм этот, и сделал подпорную стену, вот она осталась только. И там евреи плачут около нее. А храма нет, камня на камне не осталась. И вот там как раз Христос ссылается, что читающий пророка Даниила как раз, читающий да разумеет. То есть сам Христос нас адресует из всех пророческих книг в Ветхом Завете пророку Даниилу и говорит, что там уже все сказано. Почитайте пророка Даниила, и вы все поймете. Там даже рассказано, как это будет происходить, кто, какие страны, кого, где, как будут крушить, и все остальное. Вот эти вот как раз. И там как раз говорится о том, что слава тебе, Господи, правый орел, это мы правые, потому что мы правые и славные, правые и славные, что он за нами остается, вот это, как бы, что ли, победа, или что ли, мы остаемся, по крайней мере. Вопрос не хотела. Еще раз спокойно. Извиняюсь. Ты что, в прошлый раз рассказывали, что помимо космодрома, что еще у нас за последние годы вот такое там. А, ну, дело в том, что если вы телевизор смотрите, все-таки там крупицы всего просачиваются, да. К примеру, у нас технически такие вещи, сейчас вот вышли, последняя лодка достраивается, атомные подводные лодки пятого поколения, которых у американцев нет, у них до сих пор еще огромная куча старья, вот эта вот, которую им приходится облачить на себе. Я просто, как и говорил вам, что служил на Северном флоте, смотрел технику. Да, она очень дорого стоит, и у Америки, к сожалению, огромное количество старой техники, которые им приходится облачивать. У нас техника современная, и она не требует больших затрат. И вот сейчас создана Северная группировка наших войск, которой раньше не было, вот, кроме аэрокосмической группировки, да. И теперь Северный Ледиобитий и Океан, через который как раз Америка может нас, мягко выражаясь, поражать ядерными боэлистическими ракетами этими, они теперь ограждены для американских подводных ходов, они не могут войти в наши территориальные воды, потому что установлены глубоководные специальные аппараты, небольшие, которые прослушивают все, абсолютно, всю акваторию, все границы наши и передают на специальные установки, которые поражают, скажем, подводные и надводные цели. Вот, это вот наше ноу-хау современный. Почему Путин так говорил? Мы можем адекватно ответить. То есть наши системы вооружения, они дешевле значительно, потому что они эффективны, они современные. А старые у нас разворовали и растащили, попилили, поукрали в 90-е годы. И слава тебе, Господи! Казалось бы, вот, чем хуже, тем нам лучше оказалось. Потому что мы от этого старого балласта отказались. У нас даже нет, на Балтийском море и на Черном море у нас нет таких огромных флотов, которые были раньше, которые огромные деньги стоят. Но они настолько устарели, что они нам не нужны. Зачем на Черном море флот, когда у нас есть Крым? Из Крыма все Черное море с современными радиолокационными средствами прослушиваются, и все страны. И они поражаются всем вооружением, которое у нас есть. Нам корабли даже не нужны там. Потому что из Черного моря, из Балтийского не выйти, там узкие проливы и все. А на самых морях ничего делать. Сейчас вот вокруг Калининграда идут учения натовские всякие. А Калининград такой островок, вот такой вот, посредине Западной Европы, там между Польшей и Германией, там это бывшая Пруссия, где стоит куча, значит, ракет, извините, с этими тремя поражающими факторами. Стоят радиолокационные установки, там даже корабли особо сильно не нужны. И оттуда можно просто, мягко выражаясь, грубо говоря, с Европой разговаривать. И со Сандинавой, и с Европой. И вот сейчас такие системы вооружения современные, вот Путин поэтому так уверенно говорит, мы можем нанести адекватный удар, потому что вот так мы сейчас устроены по современному военному строительству. Слава тебе, Господи. Поэтому мы можем быть с вами спокойны, и вот думать, а что наш президент такой наглый? У нас ВВП, вот такая низкая промышленность, у нас там какая-то непонятная все, как-то чего-то, и вдруг она так нагло отвечает вот этой Америке, и Кирилл Лавров вот так вот говорит, госсекретарю там, но мы вообще-то против вашего, и что дальше? И такой госсекретарь так поерзав, так немножко говорит, Ева, а что же дальше-то? Это как в том анекдоте, да, как волк идет, я уже говорил, волк идет по лесу и составляет себе меню. Так, на обед кабанчик, так, значит, на завтрак зайчик, так, на ужин, раз такой еж, пробегает, вот, раз иголка именно раз трогает, ох, колется, вот, так, еж, мы тебя вычеркиваем, то есть как бы в меню не входишь, потому что ты никак не поддаешься, колючий и так далее. Вот и Россию сейчас можно точно так же из меню Соединенных Штатов вычеркивать, потому что мы такие с иголками, маленькие такие вроде, как казалось бы, но нас не съешь, на нас не наступишь, нас не съешь, потому что мы такие колючие. И нас из меню Америки можно вычеркнуть, потому что Кирилл Лавров говорит, и что дальше? Мальчик, ты что сюда приехал? Ты пятый у меня на счету, президент у нас с ядерной кнопкой, у нас, значит, система нового вооружения, там, из космоса, и вот здесь вот, и что дальше, что вы нам хотите там сказать? Мы, в принципе, можем сейчас бесполетную зону устроить над всем Ближним Востоком, потому что, когда вы сбили наш самолетик, наших, расстреляли этих летчиков, да, двоих, подло, вы открыли нам абсолютно законно путь к тому, чтобы мы поставили С-400, то есть на 800 километров в диаметре мы этими штуковинами покрываем все пространство от одной границы до другой, то есть, извините, все междуречие, все эти сами, они все уже теперь под нашим контролем, современнейших наших противовоздушных ракет, и чего теперь делать? Понимаете? То есть, в принципе, может разразиться ядерный конфликт, вот просто вот, они скажут, ща мы объявим, типа там, бесполетную зону, а как вы ее объявите? Какими средствами? У нас стоит С-400, мы сейчас объявим, ну, тогда, бесполетную зону, там, никакая американская штука, там, агавки уже тогда не смогут полететь, потому что вы нарушите, там, какие-нибудь законодательства, потому что нас правительство Сирии туда призвало, мы туда пришли по его приглашению, Совет о безопасности, он дал нам на это разрешение, и мы по этому вошли, и мы абсолютно законно, вы все незаконно делаете, поэтому все под колпак. В общем, конечно, это очень сложные такие политические моменты, но я, я очень рад за всех нас, что мы вот сейчас являемся представителями той самой светлой, белой, христианской силы, силы добра, которая есть на земле, и она лицевоставляется в лице нашего руководителя, в лице нас с вами, в нашей церкви, русской православной, которая сейчас прессует со всех сторон, и вот меня завтра позвали на съемку передачи фильма, передачи Исаакиевского собора, потому что там Петровский выступил, там Городницкий, да, казалось бы, выступил против передачи, и так далее, и нам сейчас надо выступать и доказывать, что мы, значит, не ослы, вот, и что на храме там написано храм мой дом мой дом, храм молитвы наречется, значит, а там, значит, люди просто выстают против того, что, а что это русская православная церковь должна церковь передать? Что это церковь вообще церковь должны передавать? Понимаешь? Там, что там, торгующие должны быть? Христос пришел, сказал, храм мой храм молитвы наречется, а вы тут сделали его вертепом разбойников, все по-евангельски, и теперь даже люди уже не скрывают своих масок, и приятровский, при всем моем к нему уважении, при всем его, это вот черном, этом масонском шарфике, который он всегда, не снимая, носит, вот, уже люди не скрывают, кто они есть на самом деле. Внутри нашего государства, а не снаружи. То есть что, через Исааки, через как лакмус, эту бумажку, теперь можно уже определить, кто есть кто, кто с нами, кто против нас, кто за нас, кто не с нами, тот против нас. Это уже Христос сказал, понимаете? А тут получается, что есть внутри даже нашей страны выдающиеся люди, обладающие серьезными связями, средствами и так далее, авторитетом, которые против оказываются, против суверенитета страны, против прав определенных церкви, которые представляют 80% нашего населения, против там чего-то еще. А Збигня Бреждинский сказал, американский политолог, который разваливал Советский Союз, он сказал, что после развала Советского Союза у нас остался один враг, русская православная церковь. И сейчас идет массированный удар по очень серьезно в мире, скажем так, прогрессирующей и получающей огромный вес русской православной церкви. Как на нашего патриарха наехали после того, как Папа Римский приехал к нему в Гавану и встретился. Вы видели, как патриарх встречал Папа Римского? Сколько вам подарков раздавал? Ни одного. Нисколько. А сколько Папа Римский раздавал подарков? Всем. О чем это говорит? Что наш патриарх заигрывал с Папой Римским? Он говорит, о, давай, Папа Римский, мы сейчас с тобой встретимся, мы сейчас там что-то там. Нет, он икону подарил, так чтобы для вразумления. Давайте вот типа молитесь там, но это очень серьезный жест, потому что здесь, когда приезжает патриарх, он дарит и здесь везде икону. А Папа Римский всех задаривал наших представителей, всей нашей делегации, какими-то подарками, заигрывал перед этим, потому что перед этой силой уже невозможно, значит, как бы с этой силой невозможно не считаться. И католическая церковь, самая распространенная, самая большая по количеству людей, христиан в мире, она теперь не может не считаться просто с поместной церковью, с московским патриархатом, потому что московский патриархат имеет, как и католическая церковь, во всех странах основных имеет свои церкви, объединившись с русской православной церковью за рубежом. И с нами невозможно не считаться. И что, американцы это просто так упустят, и все спецслужбы всего мира, которые работают против нас? Безусловно, любой компромат. Сейчас Исаакий, вокруг Исаакия возня. Какие-то там придумают часы патриарху, каких-нибудь попов найдут, ну, как говорится, всякое бывает, но до невероятных размеров раздувается все, что возможно вокруг русской православной церкви. Столько сейчас грязи льется, и вот этот РПЦ уже стал чем-то, знаете, таким нарицательным. И про патриарху такие вещи пишутся, и даже мне вот родственники мои пишут, которые попали в это поле. Такой компромат высококачественный там в интернете есть, знаете, так снятые ролики прямо очень дорого. Но видно, что это не за три копейки сделано, и что это режиссура там серьезная, и операторская работа серьезная. И мы понимаем, что это, ну, кто понимает, конечно, что это вообще-то серьезная работа на развал нас, потому что мы сейчас слишком сильно становимся. И духовно, и, допустим, даже в Баварии там, да, когда вот все эти крымские дела были, в пивных этих самих, то, за что мы воевали, тысячи, десятки тысяч людей погибли, в Севастопольской, Крымской компании и так далее, во Вторую мировую войну, десятки, сотни тысяч, а тут бах, без всего. И они там уважают его. Кто-то боится, кто-то уважает. Поэтому, слава Богу, при том авторитете, который имеет сейчас в мире наш правитель, наш президент, при том авторитете, который и имеет Русская Православная Церковь, у нас с вами, вот то, что здесь в Апокалипсисе написано, оно прямо вот сейчас вот просто уже, знаете, оно сейчас выражается. И этот правитель железным жезлом, там написано, даже будет пасти весь мир. То есть нам не надо его пасти, мы ни на кого не претендуем. Но кто-то там с мечом придет, от меча и погибнет. Там сказано о том, что кто в рабство ведет, тот в рабстве оказывается, кто меч берет, тот от него и погибает. То есть вот мы с вами в этом состоянии, мы оправданы со всех сторон. Мы ни на кого не лезем. Если лезем, то только потому, что нас пригласили, потому что надо защищать наших союзников в этой Сирии или там еще где-нибудь. Поэтому вот мы с вами в таком удивительном положении, согласно Апокалипсису. Да, все, время уже. Все, еще раз, если вы придете, мы сразу все обсудим сразу. Может быть, мы не будем больше опокалипсису. Смиритесь, мы ничего не разобрали. Почему? Почему? Мы даже дошли до Америки, как она исчезает. Мы же не разобрали, а как же предсказание Серафима будет? О чем? Ты неправильно восприняла. Там не было о том, что распадется, что китайцы дойдут до Урала, но потом остановятся, и ученик его сокрушался, а Серафим Вереский ему говорит, так Господу угодно, ибо Восток будет креститься Россией здесь у нас. И так Богу угодно, чтобы Восток этот крестился, и чтобы они пришли через вот это воссоединение с Россией, пришли к христианству и к Богу. И что все святые на небесах и на земле молятся о просвещении Востока. Иоанн Кронштадт куда хотел поехать? Когда он выпускался, он хотел поехать либо туда, в Америку, либо просвещать Китай. А Господь его направил в Кронштадт, чтобы разбираться еще со своей Россией. А сейчас действительно, у нас учатся в нашей семинарии там китайцы, и христианство в Китае, хоть там религия запрещена до сих пор, как вот это было в советское время у нас, у них коммунисты у власти до сих пор, и так далее. Но все запрещено, оно еще больше вызывает у человека интерес и желание. И поэтому китайцы, они там написано, без войны, у Серафея Маврицкого бы сказал, без войны они будут ассимилироваться, они будут жениться на наших женщинах, потому что мужиков не хватает. Они будут там предпринимательством заниматься, осваивать эти все территории. И в конечном итоге, знаете, ты боишься бурятов? А и венков? А якутов ты боишься? Они тоже узкоглазые, тоже широколицые, монголоидные такие эти. Но они говорят на русском языке, они поддерживают, принимают нашу культуру, вот как в Америку, чтобы ты получил гражданство, ты должен сдать целый экзамен, ты должен хорошо владеть языком, и ты должен принимать политическое устроение, культуру, и даже клятву дать. Если к нам присоединятся люди, которые будут принимать нашу культуру, которые будут принимать нашу веру, которые будут говорить на нашем языке, это уже не те китайцы, которых надо бояться. Это уже, вот и православного человека, даже он негр будет православный, он мне будет ближе, чем вот наш российский какой-нибудь там, не знаю, бахабит с какими-нибудь этими наклонностями непонятными, или просто язычник, неоязычник, который там за трезвость борется, а он прям разорвать готов нас клочья, за то, что мы христиане. Понимаешь? Вот в этом смысле родство по духу, а не по крови даже. И вот если мы, вот этими территориями, вот этими богатствами, просто купим, грубо говоря, любовь, и вот этих вот восточных народов, там Японии, той же несчастной, которая все трясет, об этом тоже Серафимов говорит, сказано, что Дальний Восток японцы засели. А как это может быть? Вот когда с Фокусимой случилось, я думаю, не этот ли это период, не предложат ли наши сейчас все братья японцы, плюньте вы на все наши старые обиды, что нам терять, что делить там, у нас вот Дальний Восток там пустой, что мы закурил, тут будем войну устроить, переселяйтесь к нам, у нас там тысячи километров пустых, там епархии такие, что бедные епархии не знают, как добраться до церкви, потому что там на всем этом, Сахалине или где-нибудь там, несколько храмов, людей-то совсем нет. Уж если японцы туда придут, поверьте мне, они там все возделают. Или китайцы, допустим. Если вот мы там объединились в какую-то империю, с какими-то империями, они же разные были, конфигурации империй. Ну, случилась вот такая вот экологическая катастрофа, или какая, как ее назвать, что вот там смещение тихотонических плит, или там бедная это Япония, она там, землетрясение уходит под воду. Мы что, не протянем руку им, скажем, а, вы какие-то там, мы с вами воевали, или что-то. Да, русские в первую очередь руку протянут. Говорят, братья-японцы, давайте к нам, мы сейчас вам последнее отдадим здесь. Ну, они сами доберутся. Понимаешь? Ну, сами доберутся. Нет, ну, я думаю, что да и с китайцами с теми же тоже самое может быть, потому что они очень работящий народ, что те, что другие. Они не глупые. У них вообще китайская цивилизация это самая мощнейшая цивилизация на Земле. Это западная цивилизация, она только последние два или три столетия она стала там какой-то доминирующей. А раньше китайская цивилизация тысячелетиями она была самой производственной, они порох придумали, они придумали этот шелк и прочее, и шелковый путь этот через Европу шел, и для всех это было вожделенное вообще все. И сейчас то же самое. Китай скоро будет самой мощнейшей просто страной и экономикой в мире. Уже Америка все уже практически выступает в своей позиции. Потому что американское вот это вот благоденствие, оно на самом деле раздута и во всем основном держится на долларовых махинациях, которые ни из чего сделаны. Понимаете? Поэтому ну вот сейчас вот такие геополитические процессы происходят и будут еще происходить. И то, что Серафима Вырисовна высказано, я тоже сначала ужаснулся. Я знаете, я такой, я, как бы сказать, патриот, и я имперский человек. У меня имперские мышления. Во мне в самом там и грузинские, и армянские, и русские, и украинские крови, а у моих детей еще и там и среднеазиатские. Там вообще такой замес, что вообще непонятно, как там разделить на имперские люди. И когда я вдруг услышал, что японцы Дальний Восток займут, а китайцы до Урала, я возмущался. Потом я так подумал с Равием Серафимом и говорил, а ведь и правда. Да там тысячи километров, где людей нет. Там такие богатства, которые мы не можем освоить. А люди рядом, ютятся, вот в ужасных условиях, китайцы там, вообще ужас. Кто был в Китае, он уже видел, что там происходит. Китайцы там говорят, у нас даже неба нет, у нас воздуха нет. Они всегда приезжают, говорят, у вас тут просторы такие там все остальное. То есть они неплохие люди. Если они принимают нашу религию, допустим, и там не будут против культуры, и будут изучать язык, я не против китайцев, которые женятся на наших женщинах и ассимилируются, и здесь все это делают. Понимаете? Ты против промысла Божьего, можешь махать головой, я тоже махал. Я не против, мне было трудно с этим тоже, но я потом смирился, и я понял, что да, это путь определенный. Это определенный путь, потому что, смотри, вот ты себя считаешь православным человеком? Нет, я не против. Подожди, ну сейчас, ответь мне на вопрос. Ты православным человеком себя считаешь? Да, я надеюсь. Ну это не да, не нет, какой-то такой. Да. А вот, пусть да, ваше будет да, нет, нет. Представь себе картину, что ты живешь в стокомнатной квартире, в четырех или пяти комнатах. В каких-то комнатах ты никогда не бывала, но ты знаешь, что в принципе они вроде как есть. А ты живешь в основном вот в этих пяти-шести комнатах в седьмую заходишь, иногда и то у тебя порядка нет и так далее. А рядом с тобой живет в квартире, значит, сменно вахтенным образом спит, значит, как гала такая народу. Вот. и ты говоришь, я не пущу к себе в комнату. Это мое, это мне вот там, откуда досталось, да? А вы уж тут живите, как хотите. Хотя я на вас схотел, на всех, понимаешь? И это мы будем считать православным подходом, то есть христианским подходом, да? Когда мы вот сидим, сами не пользуемся, как собака носить, но другим не дадим ни в коем случае. Вы уж живите, как хотите там. Мы здесь, это все. Понимаешь? Одно дело государственный подход, и тут я тоже, не пядя земли, там, не клочка, ничего-то, а другое дело, это христианский подход к человеку. То есть, когда ты должен ближнему своему, там, не знаю, все отдать и жизнь за него положить. Понимаешь? А ближний, это не твой единоверий, даже не соотечественник. Ближний, это иудей, для самарянина, который лежит побитый, которому самарянин отдает своего осла, своим вином обрабатывает ему раны, своим маслом это все обрабатывает, везет его, а сам идет рядышком. Потом в гостинице оставляет, платит за него, и потом возвращает, говорит еще, я возвращусь еще, доплачу, если что-то потеряли. А он вообще ему враг. Понимаешь? То есть, мы вот считаем себя христианами, но и христианами, по сути дела, не являемся. Мне навязали сейчас мнение, которое я не выражала. Я говорила совсем о другом. Так, еще раз, может быть, я не понял, прости. А о том, что они не будут, если говорить о диссимиляции, я просто знаю ситуацию была в Восточной Сибири, я вижу, как китайцы заселяют уже половину хитов к области, где вы куски на улице, на китайском языке, если они примут христианство, пожалуйста, пока они его не принимают, они просто заселяют... Солнце мое, опять же, ты попробуй, скажем, встать на мое место и понять, что я не тот человек, который придумал эту концепцию, я какой-то враг. Понимаешь? Я просто, когда вот это прочитал, у Серафима, а потом я еще прочитал в нескольких местах об этом, что это будет, что китайцы там придут и так далее. Вот. Я тоже сначала расстроился очень сильно и про японцев расстроился. А потом, когда вот до меня это осознание дошло, думаю, слушайте, нас с китайцами почти 2 миллиарда и с японцами, как сербы говорят, нас с русскими 200 миллионов и они там могут себе еще как-то что-то позволить, потому что они знают, что у них за спиной есть Россия, которая сербов поддержит этих маленьких несчастных. Даже как мировое зло, а у нас за спиной Америка. Ага. Что нам там типа сделать? Сейчас американцы придут тамагавками, всех забрасают, как какая-нибудь Южная Корея или какой-нибудь там еще другое маленькое государство, которое имеет у себя в подписке, в этих бандитов американских. Понимаете? То есть вот сейчас вот такая какая-то ситуация, как в 90-е годы в России у нас происходило, в Советском Союзе бывший. То есть и сейчас я понимаю, что если есть на то воля Божья, поэтому Серафим говорит, что они здесь будут креститься и давайте просвещать их. Сейчас уже есть огромнейшее... Давайте просвещать этих китайцев, которые приехали. Давайте просвещать этих или граждан уже России, или тех, кто здесь каким-то образом живет. Кто нам не дает? Ты думаешь, нелюбовью можно заслужить любовь? Вот посмотри, что сделала нелюбовь к евреям. Вот евреев ненавидели везде и они в такое вот какое-то сообщество людей превратились, которые всегда защищаются, как бы, да? Которых все не любят. Ты росла когда-нибудь в нелюбви? Когда ты в нелюбви растешь, ты так же не любишь всех остальных, считаешь их врагами и делаешь им козни какие-нибудь. Только любовь созидает. Вот если мы будем их любить, да, вот если японцам, тонущим на этих островах, мы протянем руку, скажем, японцы, братья, давайте, вот мы с вами там поделимся всем, давайте, живите здесь, давайте будем общим, целым, давайте будем эту землю возделывать, мы приглашаем вас, там, нашими, там, братьями, там, давайте в этой будем федерации, конфедерации, не знаю, как там существовать, или китайская. Я не знаю, как это будет, я не геополитик, не кто-то, но пытаюсь просто включить свой разум, а как это должно произойти, если это произойдет? Если это произойдет, ну, это, конечно, великое чудо для меня лично тоже, но боюсь, что это великим чудом станет для всех наших соперников.